Мы находимся почти на пороге истории, когда переходим к отметке 11,6 года назад. Именно в эту дату было построено здание Гёбек-Летипе в Турции. Как ни странно, именно эта дата указана в теме Икрите и Платона для описания затопления Атлантиды. Археологи закатывают глаза при любом упоминании об Атлантиде. Для археологов земля, плоская земля. Да, это действительно плоская земля. Я хочу поговорить об Антарктиде. Я очень интересовался Антарктидой, но, несомненно, было время, когда Антарктида была пышной и зеленой. Вопрос в том, была ли она пышной и зеленой на протяжении всей жизни человеческого вида. Да, да. Он действительно знал, что вход в другие пирамиды находится на северной стороне, и именно через этот вход вы войдете в Великую Пирамиду. Он называется Дерамамуна. Я сейчас веду дискуссию с ведущим археологом по поводу опыта Джорагана. Это очень хорошо, что все это происходит именно сейчас. Представители мейнстрима обычно говорят, а теперь мы не хотим с вами разговаривать. Вы придурки, сами выбираете. Мы не собираемся предоставлять вам платформу для выступления. Но в данном случае именно это и происходит. Мне есть что сказать, ради чего я собираюсь поберечь свои боеприпасы. Именно на психоделиках, особенно на Айхуаске, я почувствовал присутствие сущности, которую я называю матерью Айхуаской. Она приняла облик огромной змеи, которая обвелась вокруг моего тела. Я почувствовал огромное утешение. И снова я получил послание, которое получал уже много раз, о том, что ты не сможешь хорошо дарить любовь другим, если не будешь любить себя. Как у всех дела. Добро пожаловать в нашу школу. И сегодня мы невероятно взволнованы, потому что сидим за столом вместе с крестным отцом хорошо. А кто был крестным отцом моих кроличьих нор на YouTube в течение последних, может быть, пяти лет? Неужели уже шесть лет? А сколько еще лет прошло после этого? У нас в здании живет Гранд Ханкок. Спасибо тебе за то, что пригласили меня принять участие в этом шоу. Нет, спасибо тебе. Я действительно отправился посмотреть «Пирамиды» из-за тебя. Я очень рад это слышать. Это был умопомрачительный опыт. И когда же это было? Вот так вот, Боже, что же именно это было? Четыре года назад пандемия как бы все усложняет. Вот на что это было похоже. Немного мутновато, может быть, года три назад. Но это было преддверие изгиба. Плато Гиза, эти три массивные пирамиды и спутник Пира — удивительное место. Да и сама Великая пирамида совершенно уникальна, экстраординарная, особенная. У меня с Великой пирамидой сложились давние отношения. Я видел, я видел эту невероятную историю о том, как ты взошел на вершину. Я пытался добраться туда. Я преодолел примерно четверть пути самостоятельно, и я был там со своей женой. И я подумал, я не пытаюсь, чтобы меня арестовали. И чтобы она просто была один в Египте. И вот я вытолкнул его наружу и снова спустился вниз. Наверное, это было мудрое решение, потому что ты мог бы провести год или два в тюрьме. Вау. В самом деле? О, да, да. Вау. Тебя посадили за решетку, когда ты поднялся наверх? Ты наверху? Нет. Из всех незаконных восхождений, которые мы совершили, первое незаконное восхождение было связано с четырьмя часами утра и большим количеством взяток. Сколько же это стоило в тот день, чтобы догадаться об этом? Я очень стараюсь. Это было примерно в 1996 году, а может быть даже и раньше. Возможно, это был 1994 год. И у нас был местный парень, который связался со всеми охранниками вокруг пирамиды. Мы заплатили ему деньги. Я забыл точную сумму. Он сказал, что расплатился с ними. Но потом, когда мы добрались до основания пирамиды, нам пришлось обойти ее кругом, а это значительное расстояние, 750 футов с каждой стороны. Нам пришлось обойти ее кругом, а затем добавить еще денег каждому охраннику В по четырем углам. А потом мы поднялись наверх. И мой совет всем, кто собирается взобраться на Великую пирамиду, что в наши дни практически невозможно ни по закону, ни по закону, поднимитесь по юго-западному углу. Потому что юго-западный угол практически не пострадал. Он представляет собой почти прямую линию, и ты можешь следовать по ней до самого конца, на восток. А на какой стороне находится вход? С северной стороны. Это севернее. Да. Значит, на юг. С противоположной стороны и на юг, на юго-запад. Да, 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 да. Вот и все. Это противоположная сторона Большого Сфинкса. И к тому же на тебя никто не смотрит. Это очень хорошо для этого. Все они обращены лицом на восток. Но потом мы прошли несколько курсов вверх, и появился еще один охранник с дробовиком. Я не думаю, что пуля попала бы в нас с такого расстояния, но угрозы поступали. И нам пришлось пообещать, что мы будем платить ему еще несколько месяцев. Это было давным-давно. Вот он и наставил на нас дробовик. Да, вроде того. Я угрожаю тебе. Вы, ребята, идите, мы вам заплатим. А он такой, хорошо, ну вот, теперь вы можете заплатить. В общем, да, мы заключили сделку, что заплатим ему, когда спустимся вниз. И вот еще что. Не так ли? Да, мы так и сделали, да-да. Очень хорошо выполнять свои обещания. А потом мы полезли наверх. Ты помнишь, сколько ты заплатил за это? На самом деле, я этого не знаю. Но в те далекие времена, наверное, это был 1994 год. В то время мне это показалось бы чересчур большим. Но в то же время мне казалось, что оно того стоило. Это было фантастическое приключение, начавшееся в темноте или только с рассветом, восхождение на вершинах. Взятие, прячьтесь в разных местах забиты. Когда появлялись другие охранники, наконец добираясь до вершины, а затем загорается свет и открывается просто этот величественный, величественный вид. Вот и рассветает солнце. Вот и все. Восход солнца на вершине Великой пирамиды. А также вторая пирамида, расположенная к югу от вас. Это просто потрясающе. На это просто потрясающе смотреть. И это потрясающий опыт. Я бы расценил это как одно из самых ярких впечатлений в моей жизни. Вау. У меня действительно было еще одно незаконное восхождение, и мне просто повезло. Это было после праздника Рамадан, у них есть такая штука как Курбан-Байрам, который является праздником. И я бы предположил, что на плато Гиза было около 30 киеров, которые устраивали пикники. И они только что решили, что собираются взобраться на Великую пирамиду. Не все 30 человек, а несколько сотен из них. И мы просто присоединились к ним, я и Санта, и взобрались вместе с ними. И это действительно был один из тех моментов, когда я понял, как трудно должно быть было построить Великую пирамиду. Потому что самая большая опасность превосхождения на пирамиду с несколькими сотнями человек заключалась в том, что другие люди поднимались и спускались по ней. Так что представь себе, как ты справляешься со всеми этими блоками. Со всеми этими блоками и предположительно огромной рабочей силой, пандусами или чем там еще, по мнению египтолога, это было сделано. И я не верю, что кто-нибудь знает, как это было сделано. Для меня самым большим риском было то, что люди натыкались на тебя и обходили вокруг, когда ты взбирался наверх. Но опять же мы добрались до вершины. А потом у меня было три легальных восхождения в те дни, когда это было разрешено, когда я участвовал в различных съемочных проектах. Когда ты видишь свою фамилию, вписанную в блокнот? По-моему, так оно и есть. Это невероятная история. Да, так оно и есть. По-моему, так оно и было. По-моему, это было на втором или третьем подъеме. Я не совсем уверен в этом. Я думаю, что это могло быть одно из легальных восхождений, потому что был дневной свет, и мы чувствовали себя расслаблены. Чего не было, когда там наверху были сотни других людей с нас. Так что я думаю, что это могло быть одно из преступлений, предусмотренных законом. И вот тут-то я действительно все и увидел. И это место находится на южной стороне Великой пирамиды, с юго-восточной стороны, откуда открывается вид на музей лодок, который там раньше располагался. А еще там было название, начальная буква П и Хэнкок. И в то время рядом с ним стояла дата. И эта дата, если я правильно помню, была 5 апреля 1916 года. Как ни странно, именно так и было. В 1816 году? Да. Так вот, мой дедушка был капелланом британских войск в Египте во время Первой мировой войны. Так что мне пришлось рассмотреть возможность того, что это мог быть он. Его звали Филипп Хэнкок. О, вау! Но я не мог бы дать стопроцентной гарантии в этом. И я смог подтвердить это, найдя дневники моего дедушки, которые представляли собой маленькие дневнички об этом высоком уровне, написанные крошечными буквами. И в ту дату там была одна единственная строчка, в которой говорилось, поднимитесь сегодня на Великую пирамиду. Ничего себе! Вот и все. Оно было датировано 1916 годом? Да, да. А потом я нашел его биографию, которая была передана мне по наследству моим отцом. И еще он рассказывает о своем восхождении на Великую пирамиду в том виде, в котором, хотя и в очень скупых выражениях, не так уж много говорится об этом. Когда же именно? Я знаю, что он вложил туда не так уж много сил, но разве он сказал, что там была какая-то система безопасности? А что было в то время? Песок на свободном выгуле покрывает дно? У нас совершенно свободный выгул. И я думаю, что в то время песок определенно был расчищен. Но взобраться на Великую пирамиду мог любой желающий. И действительно, там был парень, который организовал наше первое незаконное восхождение, и я думаю, что могу сказать это с уверенностью, потому что он отошел в мир иной. Был парень, известный в местных краях как чемпион. А еще его прозвали чемпионом, потому что он был чемпионом, занявшим второе место при восхождении на Великую пирамиду. Он мог бы пробежать весь путь до вершины Великой пирамиды. Бывали времена, когда люди так и поступали, и это было абсолютно законно, и никто против этого вообще не возражал. И так продолжалось, я думаю, примерно в 70-е и 80-е годы. Но к тому времени, когда мы с моей женой Сантой в первый раз поднялись на вершину горы 1994 года, я почти уверен, что это был 94-й год. Это уже стало незаконным. А теперь это совершенно незаконно. Это полностью запрещено законом. Да, да. И я даже сомневаюсь, что съемочная группа получила бы сейчас разрешение на восхождение на Великую пирамиду. Даже вот так? Да. Они относятся к этому очень осторожно. И одна из причин, по которой они так осторожны, заключается в том, что каждый год по крайней мере один человек погибает, пытаясь взобраться на Великую пирамиду. Пирамида. Люди до сих пор пытаются взобраться на нее нелегально. И как ты можешь себе представить по тому отрезку подъема, который ты проделал, перед тобой склон в 52 градуса. Так что как только ты поднимешься на высоту 100-150 футов над землей, если ты потеряешь равновесие и упадешь. Все будет кончено. Ты пройдешь весь путь до самого дна, и все будет кончено. Да, именно так. В самом начале у тебя есть большая уверенность в себе. Первые несколько ярусов скал кажутся довольно легкими. Они не так уж и плохи. Но я могу себе представить, что ты уже на полпути наверх, и просто начинаешь смотреть вниз, и все будет кончено, если ты поскользнешься. Все будет кончено окончательно. А кроме того, размеры трассы могут быть разными. Некоторые из них действительно не выше бедер. Некоторые из них находятся на высоте груди, так что тебе придется это сделать. Курсы — это самое сложное. Да, все это выложено слоями. Если подумать, то сейчас это похоже на ступенчатую пирамиду. Раньше такого не было. В древние времена она была покрыта облицовочными камнями. И ты можешь увидеть некоторые из облицовочных камней. Некоторые из облицовочных камней до сих пор находятся там, у подножия Великой Пирамиды. Они дают вам представление о том, насколько прекрасными они были, и как великолепно хорошо все было сделано. Но теория такова, что абсолютных доказательств этому нет, что они оторвались во время землетрясения, по-моему, в 1301 году. Великая пирамида лишилась своей вершины. В настоящее время высота Великой Пирамиды составляет около 450, может быть, 455 футов. Но ее первоначальная высота составляла 481 футов. И вы можете рассчитать это, просто проследив за наклоном сторон вверх. Вот и все. 30 лет. Многие, конечно же, оторвались от материи. Так что на вершине Великой Пирамиды есть плоская платформа или, скорее, даже ступенчатая платформа с одним уровнем. А затем еще один уровень, еще один уровень. Но расчет очень прост. Ты просто проводишь по этим боковым линиям до того места, где они должны были бы встретиться. И согласно этим расчетам, первоначально высота Великой Пирамиды составляла 481 фут. Вот это да. Так что она потеряла около 30 футов в высоту. Вопрос в том, была ли она на самом деле когда-нибудь достроена. Мы не знаем этого наверняка. Но общее мнение таково, что в результате этого землетрясения часть вершины Великой Пирамиды тоже обрушилась вниз и сбила облицовочные камни. А затем, конечно же, она была использована в качестве каменоломни. Вот и все. Именно это я и слышал. Да. Потому что очень-очень-очень полезно, чтобы весь этот красиво ограненный камень летал вокруг. К тому же многие из этих облицовочных камней были увезены с собой. Хорошо, и так, после того, как ты вдохновил, наверное, десятки тысяч людей отправиться к пирамидам, как и я, тебе удалось добиться запрета на въезд в Египет. Да. А это действительно полноценная группа на полный рабочий день. Вот в чем дело. Мне это совершенно непонятно. Так оно и было. Мы должны проникнуть внутрь незаметно, Грег. В мою комнату. Мы должны, мы должны сделать это еще раз. Там есть чемпион среди юниоров, который был чертовски хорош собой. Нам нужно вырезать Джи Хэнкока прямо рядом с Питом. Я думаю, что это было бы здорово. Это очень здорово. Однако сделать это с помощью съемочной группы очень трудно. Это очень хороший вопрос. И вот тогда-то и случилось то, что в моем сериале «Нетфликс. Древний апокалипсис» мы хотели снять эпизод в Египте, который, как вы могли бы подумать, египетские власти приветствовали бы. Но когда они спросили, кто ведет это шоу, мы ответили, что его ведет Грэм Хэнкок. Они ответили «Нет». Они ответили «Ни в коем случае». И они не дали бы разрешения на съемку. Позволь мне сказать тебе, что четыре сезона в Каире хотят, чтобы ты снял эпизод о пирамидах. Я тебе обещаю. Да, это вызвало бы большой интерес у большого количества людей. Но среди египтологов существует жесткое, устоявшееся мнение о предыстории и истории древнего Египта. Ну и что же такое «Великая пира»? Я ставлю это под сомнение. Если задаться вопросом, то это вернет тебя обратно. Это первая линия защиты от критики или альтернативной точки зрения, просто отказать им в доступе к сайту. И с тех пор, как это случилось, я чувствую, что мне отрезали левую руку, потому что Египет занимал очень центральное и очень важное место в моей работе. Я надеюсь, что в конце концов я вернусь туда. А не мог бы я поехать туда в качестве туриста. Может быть, так оно и есть. Может быть, так оно и есть. Спасибо. Я возвращаюсь на родину. Поиграй на волынке, Майлз. Вот именно так и есть. Жизненный тур приближается к Глазго, хорошо? В Шотландии мы уже показываемся на публике. А еще мы приезжаем в Дублин. В Ирландии мы тоже показываемся. И знаешь, что еще? Мы не собираемся оставлять север Англии без внимания. Манчестер мы подъезжаем к нему вплотную. Это Ман-Сити или Ман-Юнайтед. Сейчас мы посмотрим, кто находится в толпе зрителей. И кто бы ни появлялся чаще, именно за него я буду болеть до конца своей жизни. Так что обязательно прими правильное решение, красный он или синий, потому что именно с ним я буду зажигать после этого. Хорошо. Эти билеты поступили в предварительную продажу прямо сейчас. Кодовое имя Эндрю. Купи их побыстрее в интернет-магазине Эндрю Шульца. Не могу дождаться, когда увижу вас всех. А также огромное спасибо всем, кто продал билеты на выставку в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. Мы сделали это за несколько часов. Это было невероятно. Большое тебе спасибо. Мне не терпится поскорее выступить в этом замечательном месте. Все билеты можно приобрести на сайте dendrushes.com. Купи их немедленно, пока они не закончились. Не могу дождаться, когда увижу вас всех. Мир вам и благословения. Были ли легальные подъемы там, где они находятся, там, где вы ранее совершили два незаконных восхождения? Да. Ой, они все равно дали вам разрешение? Да. О, вау. В то время все было гораздо менее щекотливо. Все было гораздо менее щекотливо до 2015 года, когда у меня начались публичные дебаты с тем, кого считают ведущим египетским египтологом Захи Хавасом. И, к сожалению, в этих дебатах участвовал именно Захи. На самом деле это видео появилось на YouTube, потому что там присутствовал один из зрителей. Захи сильно вышел из себя и выбежал вон. А потом... Итак, ты победил. Я не знаю, но дебатов так и не состоялось. А потом я выступил с речью. Он сидел и дулся на улице. А потом он вернулся и выступил со своей речью. А затем слушатели стали задавать вопросы. И снова некоторые фрагменты этого выступления были сняты на пленку. И один из зрителей спросил его, знает ли он о месте под названием Гюбек-Летипи в Турции, которая на данный момент, вероятно, является самым важным археологическим памятником в мире. А еще Захи сказал, что он вообще ничего об этом не знает, и это было заснято на камеру. Так что, к сожалению, этот человек действительно обладает огромными знаниями о Древнем Египте. Но, к сожалению, он выглядел не очень хорошо. И с тех пор мои отношения с ним, которые были нормальными до 2015 года, стали крайне негативными. И когда к египетскому правительству обращаются за разрешением на съемку, что в наши дни делается через управление по туризму и древностям. Когда к ним обращаются за разрешением на съемку, Захи, тот самый парень, они подходят и спрашивают, можно ли этим людям прийти и снять фильм. Вот и все. Если у тебя с ним какие-то разногласия, то ничего страшного из этого не выйдет. Это очень трудно сделать. И я понимаю твою оборонительную позицию, потому что, когда ты облекаешь свою культурную идентичность вокруг чего-то, или создаешь что-то столь же величественное, как пирамиды, чувство, что тебя словно оторвали от тебя, действительно может заставить тебя вы чувствуете себя так, словно у вас отнимают вашу личность. Да, и чтобы внести ясность, я бы никогда не пожелал отделить великие пирамиды от древних египтян. Существует множество неправильных представлений о том, что я думаю по этому поводу. Да, пожалуйста, внесите ясность, потому что я немного ленив в этом вопросе. Я хочу внести вот какое уточнение. Все это очень сложно, хорошо? Но внутри Великой Пирамиды есть четыре очень узких шахты, которые направлены в небо. Две из них направлены на север и юг от так называемой царской камеры. Я говорю так называемой, потому что в ней никогда не было найдено ни одного захоронения. Там же был найден саркофаг. Он до сих пор стоит там, но вокруг него пришлось соорудить камеру. Они не смогли бы вынести его на траурную церемонию. Он слишком большой, чтобы пролезть по коридору. Так что две шахты направлены на север и юг, и они действительно выходят с внешней стороны корпуса пирамиды. А еще в далеком девятнадцатом веке исследователи поднимались туда наверх. Вот они и отправились туда. Ты смотришь на королевские покои, королевские покои на юге, королевские покои на севере. И в то и в другое место ты мог бы закатить пушечные ядра снаружи, и они оказались бы в королевских покоях. Но шахты королевских покоев устроены гораздо сложнее. До тех пор, пока я не поверил, что это было в 1872 году, никто не знал, что они там находятся. Внутренняя стена покоев королевы была совершенно гладкой. Но там был один человек. На самом деле это был масон по имени Джон Уэйнмен Диксон, который исследовал покой короля. И он решил, что смотри-ка, в покоях короля есть шахты. А может быть и в покоях королевы есть шахты. И он обошел вокруг, стуча по стенам, нашел два пустотелых выступа и пробил их насквозь. Ты мог бы сделать это в 1872 году. И вот они открылись в эти две шахты, которые идут горизонтально на первом уровне, а затем направлены вверх, в небо. Они не выходят с внешней стороны пирамиды. Они очень и очень таинственны. Дело в том, что угол наклона этих шахт указывает на значимые звезды. Четыре значимые звезды, относящиеся к тому периоду, в который, по мнению египтологов, была построена Великая Пирамида. В археоастрономии, которая является универсальным языком, одна из них является самой низкой из трех звезд пояса Ориона. А еще созвездие Ориона отождествлялось с богом Осирисом. В нем видели небесный образ бога Осириса. Так что наличие древка, направленного на пояс Ориона или Осириса, вполне логично. А также другие предметы, указывающие на два из них. Два северных древка указывают на две циркумполярные звезды. Сейчас я уже точно забыл, на какие именно из них. И опять же они указывают на них в ту эпоху, когда были построены пирамиды, потому что положение звезд на небе меняется очень медленно на протяжении веков. Так что с астрономической точки зрения археологии было бы абсурдно полностью отделять Великую пирамиду от древних египтян. Но в этом и заключается одна проблема. И эта проблема заключается в том, как устроены три великие пирамиды и как они связаны друг с другом. Вовсе не случайно, что в поясе Ориона есть три звезды, и что великих пирамид всего три, и что они расположены на земле. Любой желающий может увидеть это в виде рисунка, очень похожего на пояс Ориона. Это похоже на работу художника. Перед ним стоит мольберт и холст, он смотрит в небо и рисует на холсте три звезды пояса Ориона. А затем он опускает этот холст к своим ногам. Именно это и есть то, что вы видите на земле в Гизе. Это просто великолепно. Это действительно великолепно, но это было идеально всего 12,5 лет назад, примерно так же. Примерно 12 лет назад, давайте назовем круглую цифру, 12 лет назад. Эти изменения в небе на самом деле вызваны движением самой Земли. Это очень медленное движение. Это циклический процесс. На его завершение уходит 25,92 года. И рисунок звезд на земле, и звезд в небе, и пирамид на земле, и их связь с рекой Нил и Млечным путем идеально совпадают. Мне было 12 лет. Это было около 12 лет назад. И не в один прекрасный день, а на протяжении целой эпохи, длившейся около тысячи лет. А затем она постепенно смещается в сторону, потому что это очень-очень медленное изменение, которое происходит. Таким образом, у вас есть основания, указывающие на 12,5 лет назад, а у вас есть шахта, указывающая на 4,5 года назад. Таким образом, можно предположить, что эти шахты, возможно, были вырезаны в другое время, потенциально? Да, это так. С моей точки зрения, это место считалось священным более 12 лет назад. Вы совершенно правы. Я думаю, что там были созданы наземные платформы. Очень важно помнить, что Великая пирамида уже построена вокруг Естественного холма. Первый 30-футовый холм внутри Великой пирамиды представляет собой Естественный курган, и в Древнем Египте существуют традиции первобытного кургана. А если ты пойдешь туда сам? Если ты войдешь в Великую пирамиду, а ты, возможно, был в состоянии сделать это, когда шел туда, а может быть и нет. Я туда пошел. Ты спустился в подземную камеру. Я думаю, что все было в порядке. О нет, у нас все получилось. Подземелье было намного больше по размерам. Ты туда и пошел. Это была очень грубо обтесанная камера, вырубленная в твердой скальной породе. Или же это была построенная камера? А вот и та самая построенная камера, которую мы видели. Это называется саркофагом? Да, это и есть царские покои. Мы ходили в царские покои, но я думаю, что там был еще один саркофаг. Я ничего не могу вспомнить. Ты можешь видеть это вон там на экране. Ты можешь видеть подземную камеру. Ты видишь вход в нее с северной стороны. Да. Нет, я не думаю, что мы зашли так далеко. А потом. Мы пошли на это. Хорошо. Да. Это место находится примерно в 100 футах по вертикали под основанием Великой пирамиды. Вау. А еще оно находится примерно в 600 футах под вершиной Великой пирамиды. Вау. И к тому же оно высечено из цельной скальной породы. И мое мнение таково, и это только в теории, и я не утверждаю, что я прав, это просто наводит на размышления, не так ли что первоначальным священным местом на плато Гиза. Был тот естественный первобытный курган, под которым древние вырубили эту огромную подземную камеру, которая представляет собой грубое сооружение. Это выглядит как грубая незаконченная камера, но в ней есть любопытные акустические эффекты, которые сами по себе очень интересны. И вот еще что. Это то, о чем люди говорят по внешнему виду. Да, да, это потрясающее место для отдыха. И на самом деле ты получаешь настоящий резонанс. Мы провели эксперимент с оперным певцом наверху, в королевских покоях. Вы могли слышать ее голос внизу, в подземном помещении, что само по себе весьма примечательно. Но я думаю, что это и было первоначальное священное место. Я думаю, что так оно и было. Наземные платформы были установлены на нужное место, и я думаю, что древние египтяне блестяще завершили эту работу. Блестящим образом перестроив, увековечив и запомнив место, имеющее огромное значение и важность для них. Извини, но когда ты говоришь «покончено», я веду себя глупо, так что буду задавать глупые вопросы. Когда ты говоришь «покончено», что именно ты предполагаешь? Я думаю, что подавляющее большинство великих пирамид в том виде, в каком мы их видим сегодня, были созданы древними египтянами. Все в порядке. Но я думаю, что они строились на доисторическом фундаменте. Все в порядке. Так оно и было, и оно было священным на протяжении тысяч лет. Так что твоя точка зрения заключается не в том, чтобы отнимать у древних то, что, по твоему мнению, они построили большую часть этого здания. Тебе кажется странным сбрасывать со счетов тот факт, что 12,5 лет назад здесь могли быть люди, которые тоже построили это здание? Правильно, потому что это противоречит общепринятому археологическому течению. И вот тут-то все и происходит. Именно здесь ты переходишь к вопросам геологии и проблеме Великого Сфинкса. Потому что я опять же думаю, что это всего лишь моя теория. Я не утверждаю, что я прав на 100%, и все должны выслушать меня и сказать египтологу, чтобы он уходил. Я просто считаю, что на плато Гиза находились три массивные наземные платформы трех великих пирамид, подземная камера под тем, что сейчас является Великой Пирамидой. Мегалитические храмы, так называемый Храм Долины и Храм Сфинкса, прямо рядом со Сфинксом, а также так называемые Погребальные храмы. Все это мегалитические сооружения, которые стоят рядом с Великими Пирамидами. А это те три маленькие пирамиды, которые находятся рядом с ними? Это так называемые пирамиды-спутники. Но ведь там есть и мегалитические храмы. Когда я говорю мегалитические, вы имеете в виду сооружения, в которых самый большой цельный блок весит 200 тонн. Это гигантские, гигантские каменные глыбы. Но меня особенно интересует то, что прямо перед Великим Сфинксом находится почти полностью разрушенное сооружение. А затем, чуть южнее Великого Сфинкса, находится довольно нетронутый храм, который называется Храм Долины. И этот храм, опять же, свидетельствует о том, что он строился в два этапа. Потому что, когда ты смотришь на него, ты видишь, что его сердцевина сложена из известняка, огромных известняковых блоков весом от 50 до 100 тонн каждый, а может быть и больше. Ты можешь затронуть эту тему, Марк. На том снимке, что слева, ты можешь увидеть известняковые блоки наверху. Это и есть первоначальное сооружение. И я, и мои коллеги, и особенно профессор Роберт Шок из Бостонского университета, который является геологом, придерживаемся мнения, что древние египтяне восстановили гораздо более древнее сооружение. Храм из известняка. Таким образом, ты можешь увидеть следы выветривания на известняковом храме, а затем увидеть гранитные блоки, которые были добавлены древними египтянами. И загадка этих блоков заключается в том, что они тщательно вырезаны таким образом, чтобы соответствовать выветриванию в известняковых основных блоках. Так вот, они с уважением относились к этим известняковым основным блокам. Они не собирались их разрушать. Было бы несложно просто распилить их плашмя, если бы тебе нужно было это сделать. Но нет, они этого не сделали. Они тщательно вырезали каждый гранитный блок таким образом, чтобы он подходил к месту воздействия погодных условий. Ты поступил бы так только в том случае, если бы считал то или иное место священным. И вот еще что. Ты чувствовал, что оно особенное, и ты старался, ты старался сохранить его. Точно так же обстоит дело и со сфинксом. Еще раз повторяю, мне нужно отдать дань уважения другим людям. Я должен отдать дань уважения Джону Энтони Уэсту, который был независимым египтологом, блестящим человеком, моим дорогим другом. Мир тебе не так ли? Да, он скончался в 2018 году. Он часто называл ученых шарлатанами. Именно академиками. Он был мастером язвительности. И он был первым, кто обратил внимание на возможность того, что великий сфинкс также может быть многоэтапным памятником, а не просто памятником, построенным во времена 4-й династии, 2500-й год до н.э. или что-то в этом роде. Он обратил внимание на то, что там, по-видимому, наблюдаются очень странные формы эрозии. На них гораздо труднее разглядеть. Вот оно что. Это трещины. Они там вполне могут быть. Это рыбы. На стенах. Но на окружающей траншеи они гораздо более твердые, их гораздо легче разглядеть. А потом он привел с собой профессора Роберта Шока из Бостонского университета, который является геологом. И Шок согласился с тем, что то, что мы наблюдаем здесь, в трещинах по бокам Большого Сфинкса, и в некоторой степени на теле Сфинкса, является так называемым атмосферным выветриванием, вызванным осадками. Это вовсе не наводнение. Это вызвано атмосферными воздействиями, вызванными очень длительным периодом проливных дождей. А затем тебе придется заняться палеоклиматологией. Когда же на платок Гизы шел дождь, достаточный для того, чтобы вызвать такой уровень воздействия и выветривания, ты можешь видеть внешнюю траншею. Великий Сфинкс высечен из цельной скальной породы. Они проделали траншею вокруг его тела, а основное тело оставили на месте. Я и мои коллеги считаем, что история этого основного тела насчитывает 12 с лишним лет. Изначально оно было полностью выполнено в форме льва с массивной львиной головой. Но затем, к тому времени, когда наступил династический период Древнего Египта, Великий Сфинкс сильно пострадал, особенно его голова, выступающая над плато. И мы предполагаем, что в то время голова Великого Сфинкса была переделана в человеческую голову, одетую в классический головной убор Немиса. Древнеегипетский фараон. Не могли бы вы быстро показать Сфинкса, который по шею засыпан песком? Так вот, именно на это, вероятно, и смотрели древние египтяне. Они смотрели на обложку памятника. Да, вот так вот. Я имею в виду именно это. Много ли раз за всю историю человечества случалось так, что это было все, что там было? Именно этот кусочек и был поврежден, именно этот кусочек и был поврежден. И мы вспоминаем, что 4,5 года назад, 2,5 года до нашей эры, именно так и было тогда. Но это была львиная голова. Она была сильно повреждена, и они почувствовали, что собираются переделать ее в человеческую голову. К тому же она совершенно непропорциональна остальным телам. И это опять-таки делает честь египтянам. Просто потрясающе. Я просто пытаюсь сблизить тебя здесь с египетским правительством. Да, мы хотим, чтобы ты вернулся на работу. А кроме того, евреи не возражают против этого? Я думаю, что древние египтяне с самого начала очень почитали это место. Именно с него все и началось. Это было место первого времени, которое они называли Зептипи. И я думаю, что их проект состоял в том, чтобы почтить это событие и увековечить его память. И вот тут-то мы и попадаем в жуткие места, которые не нравятся египтологам, как я и предполагаю. Именно в эти жуткие места мы и попадаем. В древнеегипетскую культуру был перенесен целый комплекс знаний, и наступил определенный момент, когда было решено снова включить плато Гиза. И этот комплекс знаний проявился в строительстве Великих Пирамид. Очень странно, что качество изготовления Великой Пирамиды, как и двух других пирамид в Гизе, чрезвычайно высокое. Но вернемся поколением позже, двумя поколениями позже, к Пятой Династии, к пирамиде у наса в Саккаре, где хранятся так называемые тексты пирамид. Они начертаны внутри так называемой гробничной камеры. А эта пирамида, судя по ее внешнему виду, представляет собой настоящий беспорядок. Она очень плохо построена. Она очень плохо построена. Ты только посмотри на нее. Она просто похожа на груду камней. В то время как Великая Пирамида сегодня по-прежнему представляет собой величественное сооружение. Так что создается впечатление, что они вложили в нее все, что у них было. Попытайтесь повторить это, но у них просто ничего не получится. Попытайтесь повторить это. А потом поколение или два спустя, у них это получится. В этом-то и заключается суть пирамиды. А что, если все будет так же, как в Никс, где отец проделал действительно хорошую работу, а потом следующее поколение просто по-настоящему все испортило? Да, так оно и может быть. Так оно и может быть, но. Так оно и есть. Это бессмысленные выстрелы. Это моя команда. Это справедливое замечание. Человеческие общества то поднимаются, то опускаются, и такое может случиться. Но также я отношусь к идее погибшей цивилизации. У нас может быть вершина, а у них может наступить спад, и они могут снова выкарабкаться. Но сохраняются ли знания и передаются ли они из поколения в поколение? Да, я думаю, что так оно и есть. А теперь скажите, почему бы людям, жившим в долине Нила в то время, 12 лет назад, тоже не быть египтянами? Могли ли они все еще быть этнически египтянами в то время? Я думаю, что в каком-то смысле это так и есть. Я думаю, что в каком-то смысле меня действительно глубоко не интересуют этнические вопросы. Так оно и есть. Когда я начинаю общаться с другими людьми или представителями культуры и оценивать их, меня интересуют идеи, которые есть у этих людей. Меня не интересуют их гены. Я думаю, что на самом деле значение генов сильно переоценивается. Они являются наименее важным аспектом человеческого существа. Сегодня они приобрели огромное значение в нашей культуре. Но я думаю, что цвет кожи гены – этническая принадлежность. Все это на самом деле не имеет значения. Человеческие существа одинаковы во всем мире. Мне выпала большая честь интенсивно путешествовать по миру в течение большей части 40 лет. И независимо от того, поеду ли я в самую отдаленную деревню в самом отдаленном уголке Амазонки, или окажусь в Нью-Йорке. Как только мне удастся поговорить лицом к лицу с другим человеком существо, они всего лишь такие же люди, как и я. И у них есть те же надежды, те же мечты, те же страхи, что и у любого другого человеческого существа. Так что я думаю, что мы делаем слишком много различий. Я обожаю культурные различия. Культурные различия – это очень здорово. Различия в идеях – это здорово, но генетические различия, на мой взгляд, тривиальны. И то, что разделяет нас как человеческих существ, гораздо менее важно, чем то, что объединяет нас как человеческих существ. Я думаю, что, возможно, нам уже давно пора это признать. Так что вопрос о том, связаны ли современные египтяне этнически каким-либо близким образом с древними египтянами, я считаю принципиально несущественным. Современные египтяне также чтут и уважают великие пирамиды и древнеегипетскую культуру. И именно это для меня очень важно. Мне любопытно вернуться к этому вопросу. Например, как ты относишься к критике в адрес некоторых людей, которые называют тебя расистом после выхода фильма «Нетфликс». Эта критика была правдивой. Ведь именно поэтому мы и пригласили тебя сюда. Мы хотели бы сказать, мы надеемся, что ты расист. Ты как бы подвел меня со всеми этими разговорами о равенстве между всеми. Да, это было интересно. Тема расовой принадлежности никогда не упоминается в моем сериале «Нетфликс. Древняя апокалипсис». Она вообще никогда не упоминается. Но когда общество американских археологов написало открытое письмо в компанию «Нетфликс» с требованием переквалифицировать мой документальный сериал в категорию научной фантастики, они обвинили меня в распространении расизма, превосходства белой расы, женоненавистничества и антисемитизма. Ни одна из этих проблем никогда не упоминается в сериале. Подожди, а в чем же заключался женоненавистнический подход? Вот в чем дело. Я не знаю. И если уж на то пошло, это было проявлением антисемитизма. А что именно было расистским, поскольку расовая принадлежность никогда не упоминается. Но вот для чего эти ярлыки очень полезны, если вы будете кричать о них достаточно громко. И если ваши друзья в средствах массовой информации увидят здесь интересную историю, подхватят ее и приумножат, они очень полезны для того, чтобы отвлечь людей от работы оппонента. Да, это так. И именно это совершенно очевидно, и было тем, что здесь происходило. Если ты радиоактивен, мне даже не нужно с тобой спорить, потому что ты радиоактивен. Все правильно, все правильно. Именно это по сути дела и произошло. Так вот, в чем же причина, в чем была возможность? У них не было оправдания ни для кого из остальных. Но по какой причине вы сказали, что я распространяю расизм и превосходство белой расы? Это потому, что в ряде моих ранних книг я описывал местные мифы и традиции, особенно из Южной Америки и Мексики, в которых в некоторых случаях упоминался белокожий бородатый незнакомец и его спутники, которые пришли после темного времени, после Великого Катаклизма, принеся знания и преподавание знаний жителям страны. Так вот, это не я так говорю, а таковы традиции коренных народов. По мнению современных археологов, многие из этих традиций были просто придуманы испанскими конкистадорами. Я не думаю, что это соответствует действительности. Есть много других археологов, которые не согласны с этим и считают, что они являются истинными и подлинными традициями коренных народов и должны быть правильно описаны как таковые, независимо от того, имеем ли мы в виду Кёцелькатли в Мексике или Веру Кочевандер. Эти традиции – это панамериканский миф, и они встречаются не только в Северной и Южной Америке, но и по всему миру. В них не всегда говорится о человеке с белой кожей. Акцент, который сегодня делается на цвете кожи, действительно появился в истории человечества совсем недавно. Ему уже несколько сотен лет. Имел ли вопрос о белой или черной коже тот же резонанс 12 лет назад, что и сегодня? Я почему-то сомневаюсь в этом. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, почему так должно быть, потому что нарушения прав человека, которые были совершены во имя цвета кожи, произошли совсем недавно. Они не являются древними разработками, и поэтому они не являются древними разработками. Они появились совсем недавно в масштабах человеческой истории. Совсем недавно в масштабах человеческой истории. Давайте предположим, что это произошло за последние пять или шестьсот лет, что-то в этом роде. На самом деле их там не было. До этого их там действительно не было. Но это сильно отвлекает внимание от главной проблемы. Они также называют этих людей бородатыми. Они часто ссылаются на то, что их было семеро. В древней Месопотамии их называли семью-мудрецами. В древнем Египте, в храме гора Ветфу, их также называли семью-мудрецами. В древней Индии именно Мануи семь-мудрецов появляются после потопа, пытаясь восстановить знания, которые были утрачены во время потопа. Таковы местные традиции. У нас одна и та же история, но в разных частях света. У нас одна и та же история, но в разных частях света. Это одна из тех вещей, которые меня в ней интересуют. Что меня интересует в ней меньше всего, так это вопрос о цвете кожи. Что меня интересует в ней больше всего, так это то, что, по-видимому, сохранилась память о катаклизме, после которого группа людей пыталась сохранить знания, полученные ранее. Вот что я хочу сказать. Неужели это и есть миф о Белоснежке? Я в этом не уверен. Она засыпает, семь гномов или семь мудрецов приходят, и будет ее с мудростью парня, который должен целоваться с тобой, когда ты теряешь сознание. Прямо сейчас мне нужно перечитать Белоснежку. Возможно, там что-то есть. Это очень хорошо. Да, нет, потому что мифы, мифы — это банк памяти нашего вида. Именно это мне и понравилось в специальном выпуске Netflix — относиться к мифам как к способу передачи правдивой информации и воспринимать их всерьез, а не рассматривать как плод воображения. Мы должны были передать вам данные, которые на самом деле гораздо более удобоваримы в форме рассказа. Мы запоминаем истории наизусть. Если ты хочешь передать сообщение, если ты хочешь передать информацию в отдаленное будущее, если ты хочешь, чтобы она была сохранена, у тебя не хватило бы ума, просто запишите это на бумаге. Откуда мы можем знать, что наш сценарий будет читаем в какой-либо другой культуре? Давайте предположим, что это произойдет через 10 лет. Сможет ли кто-нибудь читать на английском языке? Кто знает? Я не имею ни малейшего представления. Она очень хрупкая. В качестве примера я часто привожу цивилизацию Инт-Вали в Пакистане и Индии. От цивилизации Инт-Вали на самом деле никто не знал, что она существует, пока ее случайно не обнаружили во время строительства железной дороги, проходящей через участок, который сейчас называется Мохенджи-Даро в Пакистане. А потом они обнаружили, что на самом деле там были очень, очень сложные, очень сложные сооружения из сердцового кирпича в очень больших масштабах. Вот тогда-то они и начали присматриваться к происходящему. А потом они обнаружили, что у этой культуры был свой язык, полностью развитая письменность. Ей около пяти лет, но до сих пор не найдено ни одного розетского камня, который позволил бы нам перевести эту письменность на какой-либо более поздний язык. Так что мы не можем прочесть этот текст. Сценарий существует, но мы не можем его прочесть. Так что в этом сценарии может содержаться самая разнообразная информация, которая должна была бы рассказать нам о нашем прошлом, самые разные вещи. Но это не так. Но она не подается прочтению. А как давно они процветали? Пять с лишним лет назад. Вау. Одна из интересных особенностей цивилизации Долины Инда заключается в том, что до наших дней сохранилась особая печать, которая использовалась для нанесения отпечатка на ткань или что-то в этом роде. Она называется печать Пашупати. И на ней изображена фигура, в которой можно узнать бога Шиву, который безусловно является важным божеством в индийской культуре и по сей день, а также в ведах. А еще на ней изображен этот человек, сидящий в кресле. Да, вот и ты. Это печать Пашупати. Вот что ты увидишь, так это то, что под тем, как устроены его ступни, пятки направлены вперед. Это действительно трудная поза для занятий йогой. Чтобы сидеть вот так и держать пятки направленными вперед, тебе нужно как бы почти разъединить ноги, чтобы сделать это. Вот так хорошо? И проблема в том, что это продвинутая поза йоги. Она была найдена у тюленя, которому пять лет от роду. Мы должны спросить себя, сколько же ему тысяч лет? А до этого развивалась именно такая йога? Опять же, в этом есть намек на утраченную человеческую культуру. Эта поза называется Мулабандасана. И я определенно не могу этого сделать. Это невероятно, потому что к какому времени мы относим современную индийскую цивилизацию? Четырех лет от роду. С момента открытия цивилизации долины Инда мы должны признать, что возраст цивилизации в Индии составляет по меньшей мере пять лет. Также необходимо отказаться от в значительной степени правильно дискредитированного представления об арийском вторжении в Индию. Да, существовало множество культур, двигавшихся вперед и назад, но индийская культура чрезвычайно, чрезвычайно древняя. Пяти лет от роду. В этой долине это похоже на то, о чем ты узнаешь из учебников. Да, да, ты узнал об этом только сейчас. Я согласен с этим, да. Но вот чего большинство людей не понимают, так это того, что об этом даже никто не знал. Все это еще не было потеряно. К тому же этот язык полностью независим. Неужели здесь нет никакой связи ни с чем? Никто не может связать его ни с чем другим. Мы точно не знаем. Мы не знаем, что это было за устройство. Есть некоторые предположения, что это могли быть дравидийские народы, народы, которые сейчас обитают в основном в Южной Индии, народ тамилов. По правде говоря, моя жена — тамилка. И это очень помогло нам, когда мы проводили исследования в Южной Индии. Мы много занимались дайвингом на юге страны. Моя жена — фотограф и дайвер, как и я, и мы много занимались дайвингом на юге Индии. Так что мне было здорово иметь возможность поговорить. Для нее было здорово поговорить на их родном языке с тамильскими рыбаками и тамильскими дайверами и узнать, видели ли они что-нибудь подобное. Какие-нибудь странные вещи под водой, которые у них определенно имелись. И они взяли нас с собой на погружение на сооружения, которые представляют собой полностью сформировавшийся город недалеко от города Махабалипурим. Так вот, ты рассказываешь об этом в документальном фильме. Но я думаю, что это действительно важно для понимания того, что большая часть человеческой цивилизации была организована вокруг воды, не так ли? Находясь в непосредственной близости от воды, очевидно, что ты можешь ловить рыбу, путешествовать и так далее. А по мере изменения уровня воды, некоторые из этих древних городов могут быть полностью покрыты водой. Да, это так. Ты сам видел, как некоторые из них были восстановлены? Это одна из тех вещей, которых, как мне кажется, не хватает в нашем понимании прошлого. Меня позабавило, но в то же время и раздражало, что в том открытом письме в адрес Netflix, общество американских археологов заявило, что они могут абсолютно точно быть уверены в том, что во время ледникового периода не существовало никакой погибшей цивилизации возраст. Они знали, что это свершившийся факт. И если бы на свете существовала какая-нибудь цивилизация, они бы нашли ее и опубликовали. Все правильно. А откуда они об этом знают? Откуда они знают, что тогда не существовало никакой исчезнувшей цивилизации? Ведь действительно важно понимать, что в основе археологии часто лежат случайные находки. Большая часть археологических исследований, особенно в промышленно развитых странах, является результатом того, что кто-то что-то строит, строит. В настоящее время ведется огромный строительный проект. Возможно, в скором времени будет построено жилищное государство. Может быть, будет построена дорога. Может быть, будет построена железная дорога. Может быть, будет построена плотина. А потом давай посмотрим. Давай позовем археолога, чтобы он убедился, что во время этого процесса мы не повредим ни одной древней археологии. Вот и все. Многие археологические открытия делаются именно в результате этого, а не в результате целенаправленных исследований. Вторая проблема, связанная с полным исключением возможности существования исчезнувшей цивилизации, заключается в том, что археологии ставят себя в качестве единственного арбитра относительно того, что является доказательством, а что нет. Поэтому я и мои коллеги утверждаем, что нам следует рассмотреть возможность существования гораздо более древнего большого сфинкса, как мы только что обсуждали, исходя из его геологии. Я просто хочу добавить еще один более сложный момент. Дело тут не только в геологии. Великий сфинкс идеально указывает прямо на восток. В день весеннего равноденствия солнце встает точно-точно на восток. Если ты отправишься на плато Гиза или в любую другую точку земного шара в северном полушарии в день летнего солнцестояния, ты увидишь, как солнце встает далеко к северу от востока. Поезжай туда в день зимнего солнцестояния, и ты увидишь его далеко на юго-востоке страны. Но в день весеннего равноденствия оно поднимается совершенно точно на восток, прямо на одной линии со взглядом сфинкса. Сфинкс смотрит туда, где солнце восходит на рассвете 21 марта по нашему календарю. Так вот, именно из-за этого колебания земной оси оно и встает. Повторите еще раз, как это называется колебание? Это называется прецессией. Представьте себе вращающийся волчок, который вращается и делает вот это. А вот это и есть смотровая площадка, с которой мы наблюдаем за звездами, солнцем, луной и всем остальным. И совершенно очевидно, что изменения в ее ориентации приведут к изменению их ориентации. Именно поэтому мы получаем астрологический возраст. Опять же, господствующая наука насмехается над этими вещами, но это простой астрономический факт, что существует 12 созвездий, которые лежат вдоль пути солнца. А именно они называются эклиптикой, и это созвездие Зодиака. Прямо сейчас мы живем в эпоху рыб, которая очень близка к концу эры рыб. Это простой факт, что история древних христиан насчитывает около двух с лишним лет. А вот и рыба. Рыба была их коньком. А до этого это был Овен-Овен. Древнеегипетская символика того времени была очень сильно сосредоточена на баранах. Если вернуться назад, то сейчас эпоха Тельца, примерно равная эпохе пирамид. Именно тогда и наступило это время. Вот почему, если бы вы строили огромный каменный памятник человеку длиной 270 футов в эпоху пирамид, у вас было бы больше шансов сделать его в форме быка, чем в облике льва. Это изображение льва. Потому что наступает момент, когда ты возвращаешься назад, угадай, примерно через 12 лет, и обнаруживаешь, что за солнцем восходит созвездие льва. Это и есть эпоха льва. Точно так же, как мы живем в эпоху рыб, это была эпоха льва. А ведь было время, когда этот памятник должен был смотреть прямо на то место, где восходит солнце. Первого числа он увидел бы свой собственный небесный двойник, созвездие льва, расположенное на горизонте, а затем солнце, восходящее под ним. Так что для нас, и я говорю о себе, Роберти Бавале, Роберти Шоке, Джонни Этони Уэсти и некоторых других, мы думаем, что это имеет смысл больше здравого смысла. Возьмем, к примеру, геологию, возьмем астрономию. Этот памятник берет свое начало 12 с лишним лет назад. Но египтологи говорят, нет, мы знаем, что сфинкс был построен 4,5 года назад. Я не собираюсь утомлять вашу аудиторию подробностями, но имеющиеся доказательства невероятно неубедительны. Не существует ни одного документа, который приписывал бы постройку Великого Сфинкса Кафри, который предположительно был строителем Великого Сфинкса. В нем нет ничего такого. Это всего лишь мнение, чистое мнение. И мы считаем, что они неправы, отвергая доводы в пользу гораздо более древнего сфинкса и отказываясь от него. Скажи это прямо сейчас. Таким образом, они сами выбирают, какие доказательства являются доказательствами, а какие нет. Это и есть вторая задача. А затем третья и последняя задача, это изучение огромных территорий земного шара, которые вообще никогда не изучались археологией. А если и изучались археологией, то лишь минимально. Конечно же, самое важное, это затопленные континентальные шельфы. Именно поэтому мы с Сантой провели 7 лет своей жизни, часто рискуя жизнью, ныряя с аквалангом по всему миру. В конце последнего ледникового периода уровень моря поднялся на 400 футов. Давай внесем ясность в суть дела. За одну ночь уровень моря не поднялся на 400 футов. Ты прав. Этот рост продолжался в течение 11 или 12 лет. Примерно с 21 года назад до 10, он даже продолжал расти около 6 лет назад. Неужели это происходит по всему миру? Расстояние в 400 футов составляет 400 футов? Да, да, по всему миру. Все мировые океаны соединены между собой. Но в местных районах, если у вас очень крутая береговая линия, эффект повышения уровня моря, количество земли, которое оно съедает, будет намного меньше, чем если бы у вас была постепенно пологая береговая линия. Повышение уровня моря на 120 футов на очень крутом участке побережья приведет к удалению относительно меньшего количества суши. В то время как на очень пологом участке побережья будет затоплено гораздо больше суши. По нашим подсчетам 27 миллионов квадратных километров, которые находились над водой во время ледникового периода, сейчас находятся под водой. Грубо говоря, я думаю, что это примерно 10 миллионов квадратных миль. Я не могу посчитать в уме, но что-то в этом роде. Здесь ужасно много земли. Я думаю, что это Европа и Китай вместе взятые. Дело вовсе не в том, что на континентальных шельфах не проводилось никаких археологических исследований. Я думаю, что здесь мы имеем дело с чем-то из Александрии. Да, это так. Да, так оно и есть, так оно и есть. Я тоже нырял туда. И это место затоплено не из-за повышения уровня моря, а из-за оседания нильского ила. Александрия стоит в дельте Нила, и ил сошел на нет, что привело к затоплению этого места. Нил уносит с собой много ила, много земли, когда он вытекает из Уганды, Эфиопии и на север в Египет. И вы попадаете в дельту Нила, и все такое земля, которую он несет, которое также обеспечивало плодородие Древнего Египта, весь этот ил затем сбрасывается в дельту Нила. А поверх него были сооружены какие-то сооружения. А также затопленные участки у берегов Александрии, которые, кстати, являются волшебным жутким местом для погружения, мне посчастливилось там нырять. Затопление этих участков произошло в значительной степени из-за оседания суши, а не повышения уровня моря, потому что это произошло относительно недавно. Если ты хочешь сказать, что сам слой ила опустился, то это значит, что он опустился. Да. Ты прав. Так что все, что построено на твердом грунте, должно быть построено на твердом грунте. И все, что построено на нем, рухнуло вниз. Ребята, я одет по-другому. Почему же это так? Ведь нам удалось добавить еще одну специальную запись на пленку в музыкальном зале Уайт Аук. Я изо всех сил стараюсь привлечь внимание всех желающих и очень ценю этот спрос. Так что билеты поступят в продажу сегодня, в тот день, когда выйдет эта книга, в 10 утра по центральному стандартному времени. Это техасское время. Так что поторопитесь и купите билеты, пожалуйста. Я очень ценю ваш спрос на билеты. Я хочу привлечь к участию всех, кого смогу. Кроме того, говоря о добавлении шоу, мы планируем добавить шоу в Зани в Нэшвилле 14 и 15 июля. Билеты на 13 число уже распроданы. Я думаю, что 12 числа я буду в Ханцвилле. Кроме того, у меня впереди еще куча концертов. Пожалуйста, загляните на веб-сайт, потому что билеты на эти концерты уже распроданы, а у меня нет времени. Нам пора возвращаться к Грэму Ханкоку. Но все равно большое вам спасибо, ребята. Компания Akashin.com, поторопитесь и приходите в полицию. А еще, ребята, если вам понадобятся билеты на шоу, которые могут оказаться распроданными, Опять же, в качестве примера приведу мою специальную запись на пленку. Вы знаете, где их можно найти. Присаживайтесь поудобнее. Только посмотрите на это. Билеты на концерт Акаши Синга. И что еще лучше, компания Сиджик подскажет вам, насколько хороша или плоха та или иная сделка. Покупайте любые билеты, какие вам понадобятся. Если вы видите зеленую точку рядом с ценой билета, это означает, что он хороший, и вам следует его купить. Красный цвет означает, что пока не покупайте его. Подождите, что-то происходит, грядет что-то лучшее. Ни одно другое приложение для продажи билетов не сделает этого за вас. Сиджик — это именно то, что вам нужно. На сайте Сиджик насчитывается 28 миллионов загрузок. Это приложение для продажи билетов занимает первое место по рейтингу не просто так. К тому же, каждый божий день в нем перечисляется 70 мероприятий. Сюда входят концерты, спортивные мероприятия, музыкальные фестивали и многое другое. Кроме того, если вам понадобятся билеты на Эндрю Шульца, в какой бы точке земного шара вы ни находились, компания Сиджик может вам помочь. Почему бы тебе не взглянуть на это? И только потому, что мы в Меньше чем URL Больше чем всегда готовы помочь тебе, у нас есть код доступа. Воспользуйся Меньше чем URL Больше чем для получения 20-дровой скидки на билеты в магазине Сиджик. Еще раз повторяю, это 20 долларов с вашей первой покупки с помощью промокода Меньше чем URL Больше чем. Убедитесь, что вы сделали это прямо сейчас. Просто скачайте приложение Сиджик Гэп на свой телефон, купите свои первые билеты, используйте промокод Меньше чем URL Больше чем, и вы получите скидку 20 баксов. А теперь давай вернемся к началу шоу. Почему? Это жуткое место для смерти. Потому что ты натыкаешься на статуи под водой, ты натыкаешься на колонны под водой. Видимость здесь не идеальная. Это немного странно выглядит. И это просто волшебно, нырять с аквалангом в подводный город. Но я не могу утверждать и не утверждаю, что этому городу уже 12 лет. Нет, это не так. Но я действительно утверждаю, что это связано с гигантским каменным кругом, который называется Круг. В Акадзиме на островах Керама в Японии, который находится на глубине 30 метров под уровнем моря, где не было никаких просадок суши. И вы можете подсчитать, что он находится под водой уже 12 лет. Я абсолютно точно утверждаю это, имея в виду огромные сооружения, расположенные у побережья Махабалипурама, в штате Тамилнат, на юго-востоке Индии. В Пумпахаре немного южнее, под водой находится огромное ее образное сооружение, на которое мы с Сантой нырнули с командой из Национального института океанографии в Индии. Так оно и есть. Ты должен быть осторожен, когда смотришь на подводные сооружения. Ты должен обратить внимание на все условия, которые привели к их затоплению. И в некоторых случаях совершенно очевидно, что они действительно пробыли под водой очень, очень, очень долгое время. Вспомните Мальту, о которой мы рассказывали в фильме «Древний апокалипсис». Когда ты ездил на Мальту, рук ты туда ездил. Мальта — это та страна, которая разделена на две части. Там как будто идет активная гражданская война, не так ли? Нет, нет, нет. Это будет продолжаться еще очень долго. Нет. Но там есть как бы турецкая сторона, а затем православная и христианская сторона, и они, по сути, похожи на границу, которую они просто построили. Нет, только не здесь. Я ни о чем таком не думаю. А что такое Кипр? Только не на Мальте. Я думаю, что это был Кипр. Вполне возможно, что так оно и есть. Это мог быть и Кипр. Это была Мальта. Мальта — замечательная налоговая гавань и хорошее место для съемок. На Мальте царит мир и покой. На Мальте царит мир и покой. Я так думаю. Так было уже очень давно. Но Мальта когда-то была присоединена к Сицилии во время ледникового периода. Мальта была не островом, а частью материка. Часть территории Италии и Сицилии, вплоть до Мальты, во время ледникового периода, находилась над водой, а сейчас полностью находится под водой. Так что один из моих интересов как дайвера заключается в том, что мы находим под водой на Мальте. И то, что вы поразительно находите под водой на Мальте, это повторение так называемых тележных колей, которые вы также находите над водой на Мальте, которые никогда не предлагались. У тебя есть колеи от телеги? Да, это параллельные колеи, вырубленные в скальной породе на острове Мальта. И они действительно похожи на железнодорожные пути. Я не утверждаю, что это была железная дорога, но они выглядят именно так. Именно так они и выглядят. Это всего лишь сравнение. И на них даже есть перекрестки. И никто не знает, в чем они заключаются. Они называются колеями для тележек. Но идея о том, что они постепенно будут сокращаться из-за того, что по ним будут катиться тележки, не имеет большого смысла. Похоже, что они были вырезаны вручную, но еще интереснее тот факт, что они продолжаются под водой. А еще мы нырнули на этих тележных крысах на глубину 27 метров, то есть примерно на 1890 футов под водой. Они пробыли под водой тысячи и тысячи лет. И что же дальше? В таком случае возникает вопрос, уверены ли мы в датировке всех сооружений, расположенных над водой на Мальте. И я настоятельно рекомендую, чтобы это было не так. До сих пор было проведено очень мало, очень мало радиоуглеродных датировок мальтийских храмов. И это радиоуглеродное датирование само по себе небезопасно. 24 октября я провожу дискуссию с ведущим археологом по поводу опыта Джо Рогана. Джо! Я буду устраивать дебаты с людьми. Это его конек. Это очень хорошо, что все это происходит. Это уже первый случай, когда кто-то, представляющий альтернативную точку зрения, действительно обсуждается кем-то из представителей мейнстрима. Представители мейнстрима обычно говорят, а теперь мы не хотим с вами разговаривать, ребята. Вы просто помешаны на мелодиях. Мы не собираемся предоставлять вам платформу для выступлений. Но в данном случае именно это и происходит. И мне есть что сказать по поводу Мальты, так что я собираюсь сохранить свои боеприпасы. Ради этого я и собираюсь это сделать. Не мог бы ты дать нам попробовать? Не мог бы ты дать нам немного попробовать? Это связано с абсолютной ненадежностью метода радиоуглеродного датирования. Как ты думаешь, существуют ли здесь какие-нибудь затопленные пирамиды? Кстати, в заключение я хотел бы сказать об углеродном датировании, и опять же, об этом знают далеко не все. С помощью углеродного датирования можно датировать только органические материалы. Оно не может датировать камень. Это действительно камень. Так что если вы собираетесь датировать мегалит в соответствии с органическим материалом, найденным вокруг вас, вы должны быть уверены, что органический материал датируется тем же временем, что и мегалит, и не был введен позже. И нет никакого способа доказать, что это так, а что нет. Это всего лишь щит. Это очень трудно сделать. И дело в том, что на Мальте очень мало углеродных датировок, и новая датировочная работа, проведенная там, не принесла пользы в эту базу данных. А когда ты собираешься заняться этим в капсуле Джо? Итак, 24 октября. А археолога, который собирается вести со мной дебаты, зовут Флинт Диббл. Он американец, но преподает в университете Кардиффа в Уэльсе, в Великобритании. Его отцом был знаменитый археолог по имени Гарольд Диббл. А Флинт был очень резок и агрессивен в своих нападках на меня после шоу Нетфликс, на что он имеет полное право. Я хотел бы подискутировать с другим археологом по имени Джон Хупс из Канзасского университета, потому что он, безусловно, был самым несносным в нивелировании этих рекламных материалов. Гаминем нападает на меня, а соломенные человечки нападают на меня. Как говорит Хэнкок, Хэнкок говорит то же самое, когда Хэнкок не говорит ни того, ни другого. Но если ты опять же будешь повторять это достаточно часто, это начнет оказывать свое действие. И мне бы очень хотелось призвать Джона Хупса к ответу и пригласить его подискутировать со мной. Но, к сожалению, он пошел на попятную и не стал этого делать. Это Флинт Диббл, и это совершенно искренне. У Флинта Диббла были некоторые проблемы со здоровьем. Я не буду вдаваться в подробности. И до самого последнего времени мы не были уверены, сможет ли он выкарабкаться. Но когда мы подали ему сигнал, похоже, что у него все получится. И то, что он делает, и то, что я делаю 24 октября, это то, что мы оба ставим под угрозу нашу репутацию. Вот в чем дело. А именно в этом. В том, как люди смотрят на события. Ставки здесь очень высоки. Это очень важный вопрос как для меня, так и для него, потому что в ходе дебатов может произойти все, что угодно. И я определенно намерен позаботиться о том, чтобы быть должным образом подготовленным. Я уверен, что он позаботится о том, чтобы быть должным образом подготовленным. Я надеюсь, что в конце концов мы сможем обнять друг друга и найти точки соприкосновения, а не всю эту ненависть. Все в порядке. А теперь поехали. Извини, но у меня есть один вопрос. Мне очень жаль Европа. Но по мере того, как общество становится все более продвинутым за это время, кажется, что мы все меньше и меньше зависим от астрономии. Астрономия, если я думаю об этом 4,5 года назад и по сей день, просто заполняла пробелы в том, в чем мы не могли разобраться самостоятельно. Итак, 12 лет назад, если бы существовала действительно развитая цивилизация, почему астрономия играла бы такую большую роль в них, где все указывает на звезды Ху, А и З? Во-первых, давайте рассмотрим, что мы подразумеваем под словом «продвинутый». А что такое высокоразвитая цивилизация? Действительно ли мы являемся высокоразвитой цивилизацией? Оглядываясь вокруг на большую часть нашей культуры, мы можем сказать, что это невероятно. Это очень важно. С технологической точки зрения. Мы говорим о технологиях. Мы занимаемся технологическими разработками. С научной точки зрения это еще не все. Да, мы считаем, что это очень продвинутая технология. И в этом заключается одна из ошибок при поиске развитой цивилизации в прошлом, цитирую без кавычек, заключается в том, что мы склонны искать самих себя в нашем прошлом. В то время как цивилизация вполне может быть развитой и другими способами. Мы не смогли бы измерить долготу. Это очень важный вопрос, если ты мореплаватель и моряк. Мы не могли измерять долготу до 1760-х годов, где-то во второй половине 18 века. Для того, чтобы иметь возможность рассчитать вашу долготу, потребовалось создать очень точный морской хронометр. В противном случае, посреди штормовой ночи вы могли бы оказаться в 300 милях к западу от того места, где, как вам казалось, вы находились, и врезаться в береговую линию. Знать долготу действительно полезно. Миллион фунтов стерлингов в 18 веке, это очень большие деньги. За решение проблемы долготы была присуждена премия в размере миллиона британских фунтов стерлингов. И только во второй половине 18 века она была решена. Так что странно, что на древних картах, скопированных с еще более древних карт источников, указаны точные долготы, точные относительные долготы. Это одна из вещей, которая наводит меня на мысль именно об этом. Во-вторых, на этих картах изображен мир таким, каким он выглядел во время последнего ледникового периода. В-третьих, и это самое главное, на них изображена Антарктида. Наша цивилизация открыла Антарктиду только в 1820 году, так что если я найду карту 1520 год, на которой изображена Антарктида, составитель карты сообщит нам, что он основал свою карту, была составлена на гораздо более старых исходных картах, которые разваливались на куски. И он знал, что она полностью развалится на части. Он сохранил информацию, содержащуюся в этих картах, на своих картах. Он копирует данные из более старых источников, и там есть Антарктида. Так что же они просто выдумали это? Вот и все. Вот и все. Почему мы до сих пор называем это место Антарктидой? Это была еще одна вещь, на которую я был похож. Это полная противоположность Арктике. Да, но все же. Так оно и есть. Карта была составлена совсем недавно. Похоже, братан, он назвал это место Антарктидой. Почему бы тебе просто не взглянуть на карту? Ты собираешься назвать это место так же? Ты понимаешь, что я имею в виду? Да, мы называем это место Антарктидой. Раньше они называли его Терра Аустрелис, Южная Земля. Если ты возьмешь, к примеру, карту Аронтия Финиаса, то найдешь ее гораздо лучше. Цена на нее будет намного выше. Да, мне показалось, что на этой карте была указана Антарктида. Это очень хорошо. Да. Я споткнулся. Я действительно очень рад, что мы заговорили об Антарктиде. Да, именно так. Да, Антарктида — это очень интересная штука. Это мой самый новый рэп. Это одна из тех замечательных песен, которые я слушаю. Видишь ли, там есть Антарктида. А вот и Аронтий Финиас. Не так ли? А вот и Южная Африка. А вот и Антарктида. А вот и оконечность Южной Америки, почти соприкасающаяся с Антарктидой. Она немного больше, чем сегодня, но примерно так оно и было во время последнего ледникового периода. Вот карта, датированная 1531 годом. И в легенде говорится, что здесь, на этой карте, я показываю регионы, которых не было ни у Евдокса, ни у него. Я забыл название всех древних карт. Никто из них ничего об этом не знал. Они были скрыты во тьме, но вот они здесь. Скрытые во тьме, я предполагаю, что они скрыты во тьме на древних картах, с которых скопировал Аронтий Финиас. Вау! То, что они там находятся, просто аномалия. И этого недостаточно, чтобы сказать, что создатели карт просто хотели сбалансировать мир, поэтому они поместили туда фантастический континент, который, как позже выяснилось, действительно там находился. Примерно об этом они сейчас и говорят. Так что это наводит меня на мысль о культуре, которая была способна исследовать Землю и составлять карты во время последнего ледникового периода. Второй вопрос касается именно астрономии. Это древнее знание о прецессии, которое, опять же, наша культура приписывает грекам примерно между 300 годами до нашей эры. Предполагается, что именно они были первооткрывателями прецессии. Прецессию очень трудно наблюдать. За одну единственную жизнь на горизонте виднеется какая-то доля дюйма перемены. Так что тебе придется вести учет в течение длительного периода времени. И еще у тебя должна быть система, которая сохраняла бы эти записи и передавала бы их дальше. Так вот, именно знания о прецессии проявляются в древней мифологии и в древних традициях, часто в традициях, в которых говорится о глобальном потопе. В самих ведах содержатся числа, связанные с прецессией. Еще раз повторяю, я не хочу быть слишком скучным, но прецессия происходит со скоростью 1 градус каждые 72 года. И это ключевое число, которое встречается в древней мифологии по всему миру и в различных вариациях этого числа. Таким образом, 72 плюс 36 равняется 108. 108, это еще одно число, связанное с процессией. 108, разделенное на 2, равно 54. Это еще одно число, связанное с процессией. Вот почему на мосту Ангкор Тома в Ангкоре в Камбодже по обе стороны моста изображены 54 фигуры. И что же они делают? Они тащат тело змея-вазуки, обвившегося вокруг горы Мандера, и взбивают молочный океан. Я утверждаю, что это символ прецессии. Именно это и означает прецессию. Именно это и происходит именно там. И при этом цифры умножаются. Еще один пример, который я часто привожу, это сама Великая Пирамида. И это очень важно. Я уже говорил об этом в самом начале. Очень важно, чтобы когда люди хотят проверить этот расчет, они использовали истинную первоначальную высоту Великой Пирамиды, то есть 480 футов, 81 фут, на которую она должна была бы подняться, а не ее довольно низкорослые 450 с лишним футов сегодня. Если использовать истинную первоначальную высоту Великой Пирамиды и умножить ее на 43,2, то получится полярный радиус Земли. А если измерить периметр основания Великой Пирамиды и умножить его на 43,2, то получится экваториальная окружность Земли. А теперь скажите, почему 43,2 имеет значение для вас? Это число, умноженное на 600, умноженное на 72. Это еще одно прецессионное число. Это число, порожденное прецессионным движением самой Земли. И вот тут-то мы и приступаем к очень умной работе. Великая Пирамида почти идеально выровнена по истинному направлению к северу. Она находится в пределах 3,6 от 1 градуса истинного севера. Это ошибка, но она действительно хороша. Когда ты смотришь на монумент такого масштаба, весом 6 миллионов тонн, высотой 481 фут, и видишь его в пределах 360 градусов истинного севера, ты оказываешься выполняя очень точную работу. А ведь ты хотел сказать что-то еще. Я думаю, что они догадались об этом еще в свое время. О да, это определенно так. Ты думаешь, что они были примерно такими же? Они использовали астрономию. Они использовали астрономию, чтобы разобраться в этом. Но нет, просто они немного напортачили. Я думаю, что они сделали все, что могли. Я думаю, что они сделали все, что могли. Мы также должны принимать во внимание движение самой Земли. К тому же, возможно, в то время это было бы правильно. Возможно, под нами произошло заметное смещение тектонических плит. Я в этом не уверен. Но дело в том, что сейчас температура воздуха составляет 360 градусов, и она выключена. Это говорит нам о том, что помимо уровня точности, когда они создавали этот памятник, они хотели привязать его к ключевым сторонам света. Это совершенно истинный север, совершенно истинный юг, совершенно истинный восток, совершенно истинный запад в пределах 360 градусов. Или около того от одного ученой степени. Тогда для них имели значение стороны света этой планеты. С помощью этого памятника они обращались к Земле. Во-вторых, он расположен на 30 градусах северной широты, плюс-минус несколько секунд по дуге. А 30 градусов северной широты, это одна треть пути между экватором и северным полюсом. Все в порядке. Так что это не такая уж незначительная широта. Это значительная широта. Такое впечатление, что памятник словно обращается к Земле. А затем мы обнаруживаем, что в нем кодируются размеры Земли в масштабе, определяемом ключевым движением самой Земли, а именно прицессией Земли, действующей со скоростью 1 градус каждые 72 года. Умножьте это на 600, вы получите 43,2, это масштаб, в котором построена пирамида, от 1 до 43,2. Таким образом, это памятник, который говорит с Землей, который выровнен по сторонам света и который кодирует размеры Земли в масштабе, определенном клянусь самой Землей. Неужели никто вообще не будет возражать против этого? Никто из тех, кого я знаю, как только они правильно произведут измерения и поймут, что имеют дело не с монументом высотой 450 футов, а с монументом высотой 481 фут. Никто с этим не станет спорить. Число пи, которое используется для вычисления диаметра и длины окружности, встроено в Великую пирамиду. Это широко распространенное мнение египтологов. Они просто расценивают это как случайное совпадение. И ваша теория также заключается в том, что древние египтяне поступали именно так, не так ли? Ведь вы сказали, что большую часть работы проделали именно они. Да. Да. И я думаю, что так оно и было. Я думаю, что так оно и было. Я думаю, что с этим было покончено. В тот самый момент, когда ты начинаешь строить этот 50-в градусный уклон во все стороны, ты определяешь, какой будет вершина. Именно так и должно быть. Так было с самого начала. А в чем же заключалось их ежедневное ритуальное использование для пирамид в Гизе, как ты предполагал? На самом деле, никто не имеет ни малейшего представления об этом. Великая пирамида была запечатана. Это был запечатанный памятник. Таким образом, примерно в 900 году нашей эры. Прости меня, если я не назову тебе точную дату, плюс-минус 50 лет, халиф Аль-Мамун, который в то время управлял Египтом, хотел проникнуть внутрь Великой пирамиды. Это произошло за 400 лет до землетрясения. Облицовочные камни все еще стоят на своих местах. Он так и не смог найти истинный вход в Великую пирамиду. Оказалось, что его вполне можно было бы найти. Так оно и было. Судя по рассказам, там было что-то вроде кнопки, на которую нажимаешь, и дверной проем сдвигается, облицовочные камни отодвигаются в сторону, и ты можешь найти второй вход. Но он так и не смог этого найти. Но он действительно знал, что вход в другие пирамиды находится на северном фасаде, в других более древних пирамидах, таких как пирамида у нас. Он знал, что вход в них находится на северном фасаде. И вот он начал взламывать северную грань Великой пирамиды. А ведь это и есть тот самый вход, через который ты должен был пройти, когда войдешь в Великую пирамиду. Он называется Дерам Амуна. Он, его команда, вырубили ее с помощью кувалд и зубил, и пробили себе путь к северной стене. А затем, когда они это делали, они услышали, как какой-то блок падает в пустоту. И тут они поняли, что на что-то наткнулись. Тот блок, который упал, вызванный вызванными им вибрациями, должно быть находился в каком-то проходе или камере. Так что они направились в сторону этого звука, и именно там они обнаружили оригинальную систему проходов Великой пирамиды, которая после того, как ты прошел через мою Луну, находилась в каком-то проходе. Отверстие, заверните за небольшой угол, где все это вырублено в скале, а затем вы окажетесь в первом из всех восходящих коридоров, а затем в Большой галерее, которая является самым величественным сооружением. Именно таким образом они нашли оригинальную систему входа в здание. И вот теперь настоящий оригинальный вход открыт, но им не пользуются туристы, которые входят в Великую пирамиду. Хорошо, я хочу поговорить об Антарктиде, потому что думаю, что это станет моей новой навязчивой идеей. У меня такое чувство, что эта тема набирает все большую популярность. Кто знает, есть ли в этом хоть капля правды, но один наш друг, который останется неназванным, побывал там. Да. Я получил удовольствие от крутого путешествия и так далее. И еще он сказал пару интересных вещей. Он сказал, что горы выглядят устрашающе заостренными и четырехгранными. Сказал он, они гораздо более гористые, чем он предполагал. Я думаю, что эта иллюзия возникла из-за того, что я смотрел на карты и наблюдал за пингвинами. Кстати, здесь можно увидеть горы. На версии карты Аронтиуса Финиаса вы можете увидеть горы. А это что, та самая карта с маленькими краями? А вот там по краям есть горы. Очень интересно. Вот это и есть горы. Так вот, он сказал еще вот что. У него есть пара отличительных черт. Он сказал, что с каждой страной, у которой есть свой кусочек Антарктиды, заключен договор о том, что они не будут выкапывать и вывозить какие-либо полезные ископаемые из Антарктиды. И он даже сказал, что там был один ученый, который сказал им, что Третья мировая война не начнется до тех пор, пока одна из этих стран не нарушит этот пакт. Они явно защищают или сохраняют что-то, что может находиться под водой, а может и нет. Я думаю, что это в трех милях отсюда, Марк говорил ранее, в это самый толстый слой льда. А теперь, Марк, может быть тебе стоит описать то, о чем ты говорил раньше, о том, что было время, когда. Да, я читал статью о том, что, возможно, 90 миллионов лет назад на Антарктическом континенте существовали пышные тропические леса, которые сейчас покрыты милями льда. Да, скорее всего, это правда. Если ты зайдешь так далеко в прошлое, то обнаружишь, что климат на Земле сильно отличался от того, какой он есть сегодня. И, несомненно, когда-то в Антарктиде находили окаменелости. Несомненно, было время, когда Антарктида была пышной и зеленой. Вопрос в том, была ли она пышной и зеленой на протяжении всей жизни человеческого вида. Да, вот тут-то все и становится сложнее. И вот тут-то все и становится сложнее. Линия Homo sapiens происходит от линии, которая уходит корнями примерно в 6 миллионов лет назад, ненамного дальше этого, если принять общепринятую эволюционную теорию. Таким образом, предполагается, что 6 миллионов лет назад Антарктида была такой же холодной и замерзшей, как и сегодня. Так вот, когда в 1995 году я написал «Отпечатки пальцев богов», то есть мою первую книгу, в которой прослеживается возможность существования исчезнувшей цивилизации, я очень заинтересовался Антарктидой. И я заинтересовался этим из-за работы предыдущего исследователя по имени Чарльз Хэббуд. Чарльз Хэббуд написал целый ряд очень важных книг. Одна из них называется «Карты древних морских королей», которая как раз и посвящена этому вопросу древних карт, которые не соответствуют нашему пониманию того, что такое мир был таким, каким он должен был быть в то время. А еще одна из них называется «Тропа полюса». И он предложил явление, которое он назвал смещением земной коры, при котором время от времени вся внешняя кора земли, подобно кожуре апельсина, может сдвигаться, оставляя ядро земли на месте. Так оно и могло быть. Так вот, если ты представишь себе очень рыхлую апельсиновую кожуру, то внутри находится фрукт, он остается на месте, но ты сдвигаешь кожицу вокруг него. Ну что же, очевидно, что тогда, если это произойдет, Антарктида могла бы находиться в более теплых широтах и могла бы переместиться в более холодные широты. А как часто это происходит? Происходит ли это вообще, вот в чем первый вопрос. Из всех теорий, которые я рассматривал и поддерживал, именно это вызвало у меня наибольшую критику. И в последнее время меня гораздо больше интересует гипотеза удара младшего Дриаса и представление о том, что катаклизм произошел около 12,8 лет назад, вызванные столкновением кометы-фрагменты. И мы можем углубиться в этот вопрос. Но когда я писал отпечатки пальцев богов, хотя меня интересовали кометы, меня больше интересовало смещение земной коры. И стандартный академический ответ на это звучит так. Смотри, Антарктида была заморожена в течение миллионов лет, и это исключает весь аргумент о смещении земной коры. Я думаю, что даже те, кто все еще занимается исследованиями в этой области, предпочли бы, чтобы это была мантия, а не земная кора, которая двигается. Опять же, это очень технологичное устройство, которое движется как единое целое. Вот оно и есть. Но идея в том и заключается. Итальянский адмирал по имени Флавия Барбьера написал статью с моего веб-сайта, в которой говорится, что смещение земной коры может быть вызвано ударом кометы, когда она ударяется о землю скользящим ударом, и это приводит к тому, что происходит сдвиг такого рода. Но по большому счету, в наши дни я не спорю с тем, что Антарктида и смещение земной коры, это именно тот механизм, на который нам следует обратить внимание. Меня гораздо больше интересует очень убедительно научно обоснованное воздействие молодого Дриаса. Еще в 1995 году, когда я писал «Отпечатки пальцев богов», я искал множество возможностей, которые могли бы вызвать глобальный катаклизм в диапазоне от 12 до 13 лет назад, потому что именно это все и произошло. Астрономия указывала на период от 12 до 13 лет назад. А еще теория Хепгуда показалась мне очень ценной и полезной. Я все равно не стану списывать ее со счетов. Я не стану полностью отвергать ее. Но я сместился в сторону гипотезы о влиянии младшего Дриаса просто потому, что постоянно вступаю в спор с ведущими научными кругами. И проблема, которая для меня является самой важной проблемой, это проблема глобального катаклизма в конце ледникового периода. Вопрос о том, что послужило причиной этого катаклизма, является второстепенным вопросом. Сам по себе катаклизм является главной проблемой. И я пришел к выводу, что гипотеза о столкновении младшего Дриаса является лучшим гораздо более научно обоснованным объяснением этого катаклизма, чем представление о смещении земной коры. Но разве кто-нибудь из археологов или кто-либо из этих доисторических ученых оспаривает гипотезу младшего Дриаса? Вокруг этого до сих пор ведется много споров. В исследовательскую группу по изучению комет входят около 60 крупных ученых. Все они являются дипломированными учеными. Все они опубликовали десятки статей в рецензируемых журналах, в том числе в журнале Nature, включая научные отчеты, и во многих-многих других посвященных этой гипотезе. Но есть также группа ученых, которые выступают против нее и оспаривают тот факт, что какое-либо воздействие когда-либо имело место. И потом, даже среди тех, кто действительно признает, что младший Дриас был катаклизмом, некоторые считают, что это могло быть вызвано солнечной активностью, а не столкновением с кометой. А как бы это сработало? Так оно и было бы, конечно же. Это могло бы сработать в конце жизни младшего Дриаса. В жизни младшего Дриаса есть два важных момента. Начало было положено 12,8 года назад. Это очень странный момент в истории Земли. Именно тогда в мире резко изменился климат, который прогревался в течение нескольких тысяч лет. Ледниковый период все еще очень продолжителен. На Северной Америке есть большие ледяные шапки, на севере Европы большие ледяные шапки. Но температура постепенно повышается. А затем, 12,8 года назад, произошли сразу две вещи. Во-первых, произошло внезапное катастрофическое ухудшение климата. Похолодало, стало невероятно холодно, так же холодно, как было на пике ледникового периода более 20 лет назад. Становится невероятно холодно, но затем, как это ни странно, происходит выброс воды в Мировой океан. Я говорю это озадачивающе, потому что, когда Земля замерзает, вы вряд ли ожидаете, что талая вода попадет в Мировой океан. Она должна оставаться на ледяных шапках. И я цитирую работу Чезария Миллиани и его работу по затоплению багамских кораллов. Вот как, откуда ты знаешь, что уровень моря поднялся. Существуют определенные кораллы, которые могут существовать только в пределах определенного количества футов от поверхности моря. И вот еще что. Когда же это произойдет? Для этого им нужен солнечный свет. А когда они утонут, это будет означать, что уровень моря поднялся. И они указывают на значительное повышение уровня моря, 12,8 года назад, как раз в тот момент, когда произошло это глубокое замерзание. Гипотеза о столкновении с кометой объясняет это тем, что в ней говорится, что тепловой удар от удара крупных фрагментов кометы, а ледяные шапки Северной Америки и Европы, был бы достаточно для того, чтобы выпустить эту замерзающую воду в Мировой океан и перерезать Гольфстрим. Это и есть система центрального отопления нашей планеты. Она называется глобальным меридианом, опрокидывающим циркуляцию. Именно эти потоки теплой и холодной воды обтекают планету. А еще Гольфстрим был перерезан, и на Земле стало очень холодно. Так что я думаю, что гипотеза о столкновении с кометой лучше всего объясняет это. Так что просто очень быстро сделайте так, чтобы комета врезалась в Гольфстрим, перерезала его, перерезала Гольфстрим. Она перерезает Гольфстрим, потому что почти мгновенно высвобождает огромное количество талой воды с североамериканской ледяной шапки. Таким образом, комета врезается в лед. Да. Это происходит в Северной Америке. А также в Европе. А также в Европе. Эта вода перекрывает течение Гольфстрим, потому что она высвобождает все то, что было заморожено. Это ледяная вода. Я тебя понял. Она попадает в этот мир. Это океан. Температура резко падает. Температура резко падает. Но в то же время в океанах содержится гораздо больше потенциальной воды, так что когда температура действительно повысится, теперь у тебя будет талая вода. Так что теперь нам нужно двигаться дальше. 12,8 года назад, через 1000 или 1,2 года после этого, наступило то самое время, когда вся мегафауна Великого Ледникового периода вымерла. Мегафауна действительно вымерла. Саблезубые тигры, шерстистые мамонты, мастодонты, гигантские ленивцы, вся коллекция знаменитой мегафауны Ледникового периода. Все они вымерли в этом окне. И совершенно очевидно, что они вымерли не просто так. Именно из-за катаклизма младших дриасов все и перепуталось. Ты когда-нибудь видел надпись «О боже, как зовут джентльмена»? Это парень, который, по-моему, занимается раскопками на Аляске в поисках золота. Я почти уверен, что это так и есть. Я сейчас забываю, что это такое, но они похожи на изображения шерстистых мамонтов, у которых были полностью раздроблены ноги, но они целы. Да. А разве это когда-то было настоящим кладбищем костей? Да. Это и есть то самое кладбище костей. Да, да, да. Именно так и есть. Это очень-очень интересно. Я там еще ни разу не был. Я еще не изучал этот вопрос, так что не могу говорить об этом авторитетно. Но это может прямо сейчас отразиться на твоем мнении. Вот и все. Ну что же, я могу сказать следующее. В Сиронее де Линдеса, Колумбия, есть наскальное панно длиной 8 километров, датированное 12,8 годами давности, на котором изображена эта мегафауна. На нем изображены многие представители вымершей мегафауны того периода. Если вернуться к сути дела, то у нас есть период примерно в 1200 лет, когда на Земле очень холодно, и мегафауна вымирает. Но затем, 11,6 года назад, так же быстро и резко, как на Земле похолодало, на Земле потеплело. Вы наблюдаете повышение глобальной температуры на 10 градусов за пару сотен лет. С точки зрения геологии, это происходит очень-очень быстро и очень быстро. К тому же уровень моря очень быстро повышается. А во что это обойдется? 11,6 балла. Много лет назад это явление получило название импульс талой воды 1b. Происходит очередное разрушение ледяных покровов, и огромное количество воды попадает в мировой океан. Теперь это вполне реально может быть вызвано внезапным всплеском солнечной активности, который растопил эти ледяные покровы. Но я придерживаюсь совсем другого мнения. Я по-прежнему предпочитаю считать, что мы имеем дело с множественными бомбардировками, осколками комет. И в данном случае вы смотрите на фрагмент кометы, который попадает в мировой океан, выбрасывает огромное количество водяного пара в верхние слои атмосферы, создает парниковый эффект и объясняет о потеплении, которое происходит в это время. Значит, это две кометы, одна из которых охладила все вокруг, а другая разогрела все вокруг? Да, да. Есть какие-нибудь идеи, почему одна из них остывает, а другая нагревается? Все зависит от того, где произойдет удар. Если удар пришелся на ледяную шапку, и она выбросит огромное количество талой воды в мировой океан, то в мире станет очень холодно. Если удар пришелся на мировой океан, и в верхние слои атмосферы попало огромное количество водяного пара, то это возникнет парниковый эффект, и в мире станет теплее. Все это только теория. В этом нет ничего страшного. Что является фактом, так это внезапное потепление в конце работы младших сушилок и внезапное замерзание в начале работы младших сушилок. Так что мы ищем этому объяснение. Мы как раз и ищем объяснение. Я выбрал то, что мне нравится, но я не утверждаю, что должен быть прав. Что я действительно считаю действительно важным, так это признать, что это был глобальный катаклизм. Он был устойчивым и продолжительным. Это длилось не одну минуту. Это продолжалось более тысячи лет, и все это происходит у нас на заднем дворе. Это произошло в очень относительно недавней истории человечества. Мы находимся почти на пороге истории, когда нам исполняется 11,6 года. Как ни странно, именно в эту дату был построен Гёбек Летипе в Турции 11,6 года назад. Как ни странно, именно эта дата указана в теме Икритии Платона для описания затопления Атлантиды 11,6 года назад до нашего времени. Так что же происходит с человечеством за этот период в 1200 лет? Мне нужно внести ясность в этот вопрос. Хорошо? Потому что археологи закатывают глаза при любом упоминании об Атлантиде. Если ты хотя бы произнесешь слово Атлантида, тебя автоматически причислят к группе сумасшедших. Все в порядке. И если ты хотя бы произнес это слово, то вся твоя работа, все 30 лет работы, которые ты проделал, тысячи погружений, которые ты совершил на континентальных шельфах по всему миру, весь мир, все это можно списать со счетов просто потому, что вы произнесли слово Атланта. Для археологов это просто плоская земля. Да, это действительно плоская земля. И они терпеть не могут ее использовать. А теперь расскажи нам, почему земля плоская? Вот одна из теорий, в которую я определенно не верю. Нет, нет, нет. Расскажи нам о теории Атлантиды. Итак, история Атлантиды дошла до нас от Платона. Она изложена в двух диалогах, Тиме и Критии. Платон писал свои произведения примерно в 300 году до нашей эры. Неужели это исходит от его дяди? Да, вполне возможно, что это письмо принадлежит одному из членов его семьи, греческому законодателю Солону. Солон, да, да. Который действительно совершил знаменитый и задокументированный визит в Египет примерно в 600 году до нашей эры. И об этом ему рассказали в Египте. И еще он был в храме Нита в Саисе, в Дельте реки, и там на стенах есть вот эти надписи. Этого храма больше не существует. Сейчас он превратился в руины в Дельте реки. Посмотрите на эти надписи на стенах. И он спрашивает священника, о чем говорится в этих надписях. Священник говорил на греческом и древнеегипетском языках и рассказал Солону о том, что говорится в этих надписях. Существовала некая великая цивилизация, которая была уничтожена во время огромного наводнения. Платон или Солон называют ее Атлантидой. Слово Атлантида не является древнеегипетским словом. Это выглядит как некая попытка перевести на греческий язык осмысленную греческую фразу, которая изначально была древнеегипетской фразой. И эта древнеегипетская фраза, я могу сказать тебе почти наверняка, была родиной первобытных людей. И через минуту я объясню тебе почему. Но суть в том, что затем Солон спрашивает, когда же это произошло. И священники говорят, что они очень спокойно относятся к этому. Они отвечают, о, 9 лет назад. Так что у нас сразу же появилась дата, которую мы можем занести в наш календарь. Это 600-й год до нашей эры, когда он совершает свой визит. За 9 лет до этого, то есть за 9,6 года до нашей эры. Плюс-минус 23 года, то есть 11,6 года назад. Именно тогда и был построен Гёбек Летипе. Именно тогда талая вода импульсом номер один В начинает заливать мировой океан. И снова мои критики будут придираться к этому вопросу и говорить, что талая вода импульсом номер один В развивалась в течение трех или четыреста лет. Если посчитать в среднем, то за один год ее было не так уж много. Но кто сказал, что это произошло со средними показателями? А кто сказал, что сначала не было большого роста, а затем меньшего роста? Да уж. Все это очень раздражает. Но суть в том, что за 9 тысяч лет до салона было 9600 лет до нашей эры. Это и есть дата рождения Атлантиды. Это и есть дата рождения Гёбек Летипе. А во-вторых, храм Гара Ветфу в Верхнем Египте очень важен. Такое уже случалось. Я работал над частичным переводом. Так оно и есть. В Верхнем Египте. Это примерно на полпути к Асуану на юге Египта. Это примерно посередине-посередине. Асуан — это каменоломния, я полагаю? Асуан — это тот самый карьер, где они добыли много привезенного гранита. Он находится примерно в 500 километрах к югу, но Эпху находится немного севернее этого места. Но ведь он также находится на берегу Нила. Так вот, храм Гара Ветфу — это относительно недавний храм, построенный, вероятно, около 270 года до нашей эры, династией Птолемеев Древнего Египта. Это были греки, которые обогнали Древний Египет. Но хотя они колонизировали Древний Египет, Древний Египет колонизировал их сознание, и они стали Древними Египтянами. Во многих отношениях это более Древний Египетский народ, чем сами Древние Египтяне. Это похоже на то, как белые люди едут на Гавайи. Хорошо, ребята, мы сейчас очень быстро сделаем перерыв, потому что вам нужно обновить свою комнату. Если у вас в комнате все еще висят плакаты, то это дерьмо выглядит по-детски, и вам нужно сделать ремонт. Вот тут и пригодится дисплей. Дисплей — это единственный в своем роде металлический плакат, который отражает ваши уникальные увлечения. Они прочные, крепятся на магнитах и прослужат вам всю жизнь. Ты можешь настраивать, собирать, переставлять их все по своему усмотрению. На дисплее есть как фирменные, так и художественные работы. У них доступно более одного миллиона дизайнов. У них есть официальные дизайны от Marvel, DC, как от компании, это безумие, так и от NBA. Так что независимо от того, хочешь ли ты купить диск для себя или подарить диск, у них есть Флойд Мейвезер. Так уж получилось, что я очень хороший друг, можно даже сказать брат и большой поклонник Флойда Мейвезера. У них также есть первый фильм «Стража галактики». Этот же самый друг обожает третий фильм «Стража галактики». Я мог бы купить им новый фильм. Новый фильм уникален, прост в использовании, безопасен и крепится на магните так, что на это уходит 20 секунд. Тебе придется просверлить отверстие в стене, а затем заплатить за это, когда ты съедешь из своей квартиры или приведешь свой дом в негодный вид. Магнит монтируется за 20 секунд. Компания Display также доставляет этот продукт по всему миру всего за 4-5 рабочих дней. Так что это идеальная альтернатива и действительно неальтернативное обновление стандартных плакатов. Чтобы обновить свой номер, зайдите на сайт Display.com и используйте наш код Display при оформлении заказа, чтобы получить скидку 20% на один или два плаката. Скидка 30% при покупке трех или более номеров. Так что чем больше ты покупаешь, тем больше экономишь. Переходи на сайт Display.com. Еще раз повторяю, прямо сейчас это вопиющее нарушение правил работы с даткомами D-I-S-P-L-A-T-E. А теперь давай вернемся к нашему шоу. Хорошо, мы сделаем очень быстрый перерыв, потому что если ты пьешь, ты мог бы с таким же успехом выпить напиток для взрослых, который лучше подойдет тебе. А не какую-нибудь банку пива, наполненную кучей дерьмовых ингредиентов, о которых ты никогда не слышал. Или какую-нибудь дешевую водку, которая заставит твое похмелье сводить с ума и делает твою жизнь еще хуже. Тебе нужно, чтобы джун сияла. У них есть масса вариантов легких напитков, которые лучше подойдут вам взрослым для питья. У них есть маргарита, водочная содовая, ромовые коктейли, приготовленные из высококачественных ингредиентов, магрин без добавления сахара. В отличие от традиционных консервированных коктейлей, я могу употреблять 20 с лишним граммов сахара. Опять же, я не пью, но если ты собираешься пить, выпей что-нибудь полезное для тебя. В нем меньше сахара, меньше углеводов, а не всяких дерьмовых ингредиентов. И самое главное, это не сводит тебя с ума. У меня только что было сильное сахарное похмелье. От тебя исходит приятное легкое и яркое возбуждение. Его можно найти более чем в 10 магазинах по всей стране. Его можно приобрести во всех крупных розничных магазинах, которые вы уже посещаете за продуктами и алкоголем. В магазинах Whole Foods, Tiorgot, Relfs, Wonsbevma, Kroga и во всех остальных. Мы, как всегда, разработали специальное предложение и для наших слушателей. В любом магазине ты можешь купить одну упаковку Unshine и получить вторую упаковку всего за пенни. Это будет стоить от 12 до 20 долларов со скидкой. Впрочем, к черту все это. Стоимость в долларах не имеет значения. Ты получишь две штуки по цене одной. Я рекомендую попробовать одну из их самых продаваемых разнообразных упаковок. Это отличный способ попробовать все их восхитительные вкусы. Так что для этого зайдите на сайт интернет-магазина Женешины и отправьте им электронное сообщение с фотографией вашей квитанции, и они немедленно отправят вам сообщение. Это произойдет незамедлительно. Деньги в Unmo поступят прямо на ваш банковский счет. Вам не нужно ждать получения скидки по почте, которую вы можете потерять. Ничего подобного вы не получите. Прямо на ваш банковский счет. Просто поступайте так же просто, как папа. J-U-N-S-H-I-N-E dot com. Это вопиющее нарушение. А теперь давай вернемся к нашему шоу. Надпись на стене этого храма сделана не на языке Древнего Египта, на котором говорили в 270 году до н.э., а на Среднеегипетском, который она датируется примерно 2000 годом до н.э. и тщательно надписана. А еще нам сообщили, что она основана на материалах храмовых архивов. Видишь ли, там стоял храм еще до того, как Толемей перестроили этот храм. И к тому же он стоял на фундаменте еще более древнего храма. Архивы этого храма сохранились до наших дней. Именно это и начертано на стенах. Надпись сделана на Среднеегипетском языке. Это примерно 2000 год до н.э. В ней рассказывается вся история Атлантиды. Она просто не называется Атлантидой. В ней говорится о священном острове. Она называет его родиной первобытных людей. В ней говорится о великом змее, который спускается с неба и раскалывает остров на двое. В ней говорится об огромном наводнении, которое возникает и убивает почти всех божественных обитателей, за исключением нескольких выживших, которые затем путешествуют по всему миру. Одно из мест, куда они отправляются, это Египет, и они делают свой первый бизнес по строительству первобытных курганов в Древнем Египте, которые будут теми местами, где они будут жить. а также места расположения всех будущих храмов и пирамид. Тексты в Эдфу написаны очень четко и ясно. А теперь мне просто нужно внести в это ясность, потому что я полагался на Еву Элизабет Реймонд, которая была одним из первых переводчиков текстов Эдфу. Но недавно тексты Эдфу были полностью переведены, каждое слово, на немецкий джентльменом по имени Диттер Кух, и они перевели его, все это переведено на немецкий язык. Было бы неплохо, если бы все это было переведено на английский язык, потому что этот язык гораздо более широко распространен. А что там говорится по-немецки? А что там говорится по-немецки? В нем все соответствует оригинальному переводу. В оригинальном переводе нет ни одной части, которая была бы опровергнута этим. Он подтверждает это и добавляет информацию, которой там не было, потому что в этих текстах Эдфу упоминается об уничтожении родины первобытных людей 7 лет назад. Но ведь это написано на среднеегипетском языке, который датируется 2000 годом до нашей эры. Так что все это снова восходит к 900 году до нашей эры. Заходи. Девятый год до нашей эры — это 11 лет, и... Это сближает население. Это подводит нас к одной и той же дате. Так что я думаю, что египтологи слишком поспешили отвергнуть учение Платона. Действуйте очень быстро, чтобы мы могли просто понять то, что было сказано. Змея, которая спускается вниз, как вы сказали в специальном выпуске Нетфликс, потенциально может рассматриваться как комета. Это змеи. Именно змеи. Так вот, эта комета, которая прилетает и обрушивается на остров Атлантида, похожа на прямой выстрел. Да, это так. Не так ли? Так что, может быть, она и не попадает точно в остров, но попадает достаточно близко к тому месту, где будут ощущать все последствия этого удара. Это очень драматично. Это очень сильно повлияет на остров. И помни, что они не называли его Атлантидой. Они называли его родиной первобытных людей. И что же это значит, первобытные люди? Там жили древние люди. Это была их родина, кто бы там ни был. Именно они создали эти курганы. А затем оставшиеся в живых люди, в том числе семь мудрецов, путешествовали по всему миру в поисках восстановления своей утраченной цивилизации. И вот что мы уже слышали об этом. И Египет был одним из тех мест, куда они отправились. Так вот, некоторые люди говорят, что Азорское плато может быть Атлантидой. Ты когда-нибудь бывал там? И может быть, мы сможем очень быстро описать, где это находится. Это место находится в середине Атлантики и на Срединно-Атлантическом хребте. Срединно-Атлантический хребет интересен тем, что там существует явление, называемое изостазией. Изостазия заключается в том, что земная поверхность немного изменчива. Если ты положишь на нее тяжелый груз, то это будет похоже на конец качели. Это заставит другую часть подняться вверх. Так вот, в Британии у нас на севере Шотландии была ледяная шапка. Но прямо сейчас остров Уайт в проливе Ла-Манж, далеко на юге, погружается под воду океана. Почему же так происходит? Ведь ледяная шапка на севере Шотландии опустила северную Шотландию вниз и подняла остров Уайт. С тех пор, как ледяная шапка исчезла, остров Уайт снова уходит под воду. Вы можете видеть это на островах у берегов Италии, как будто капри начинает немного смещаться и вращаться. Причиной этого является изостазия, а в данном случае еще и изостатический отскок. И есть некоторые признаки того, что ледяная шапка Северной Америки, возможно, оказала влияние на Срединно-Атлантический хребет и подняла его на более высокий уровень, чем сегодня. О, о, подожди минутку. Но я же не собираюсь этого делать. Мне нужно внести ясность. Я не ищу Атлантиду не там нигде-либо еще. Я не думаю, что там было какое-то одно место. В каждой истории есть ссылка на него. И я также не думаю, что нам следует искать для этого генетическое местоположение. Ты прав. Точно так же, как было бы действительно трудно найти генетическое местоположение современной Америки, США, американской культуры, это многокультурное общество. В мире существует многоэтническое общество. Я подозреваю, цитирую без кавычек, что Атлантида была именно такой. Я подозреваю, что она была распространена по всему миру, что она использовала, что она занимала лучшую недвижимость на Земле. Земли, которые сейчас находятся под водой на несколько сотен футов вызванные. Но если бы мы знали, где это находится, мы могли бы по крайней мере поискать какие-нибудь останки. Если бы для этого существовала определенная глубинка, я думаю, нам следовало бы искать эти останки на затопленных континентальных шельфах по всему миру. Именно на это я потратил 7 лет своей жизни, нырял на континентальные шельфы и снова и снова находил руины и сооружения, которых там не должно было быть. Я думаю, что именно в этом и заключается вся история человечества, которая пропала без вести под водой. Я бы так и поступил. Говоря это, я хотел бы отдать должное археологам. В настоящее время ведется определенная работа в области морской археологии, которая занимается уже не просто поиском кораблекрушений средневекового периода или даже 20 века, а 19 века, но и корабли. Но мы же смотрим на затопленные континентальные шельфы. И это только начинается. Эта работа должна была вестись уже несколько десятилетий. Все только начинается. Я думаю, что это откроет нам очень многое. И я знаю, что это откроет нам очень многое, потому что я нашел очень много нового. Но я хочу добавить, что тропические леса Амазонки и пустыни Сахара также недостаточно изучены археологией. Да, это так. И мы не можем утверждать, что не существовало никакой исчезнувшей цивилизации ледникового периода, в то время как существует так много уголков мира, на которые мы вообще никогда не обращали внимания. Особенно пустыни Сахара, не так ли? Ведь там все может быть по-другому. Это просто потрясающе. Прямо сейчас тысячи пирамид просто покрыты горами песка. Они действительно могли бы это сделать. Мы очень многое находим в бассейне Амазонки. Да, это так. Лидар находится в бассейне Амазонки. А также многое другое. Работа лидара в бассейне Амазонки просто завораживает. Все в порядке. Я тоже этого хочу. Надеюсь вернуться на Амазонку в течение ближайших нескольких месяцев. Хорошо, я хочу это сделать. Раз уж мы заговорили об Амазонке, о их уаске. Да, именно так. Это психоделики. Мне это очень нравится. Хорошо. А тебе нравится. Психоделики. Да. И как они связаны друг с другом. Вот эти мифы. И все такое прочее. Эти мифы связаны с древней цивилизацией и потенциально могут быть использованы знания или опыт, полученные с помощью этих психоделических препаратов, для строительства этих огромных мегалитических сооружений. Да. Как ты думаешь, насколько большую роль психоделики играли в доисторические времена? Это одна из причин, почему мы никогда не должны искать себя в прошлом, потому что в течение последних 50 с лишним лет. У нас была ужасная, порочная, злая вещь, называемая войной с наркотиками, которая постепенно идет, слава Богу, это далеко не так. Но мы принадлежим к культуре, которая ненавидит психоделики еще со времен Ричарда Никсона. И мы как бы просто предположили, что каждая культура в древности тоже ненавидела психоделики. Нет, они этого не делали. Они были глубоко увлечены психоделиками, независимо от того, говорить ли вы об элевсинских мистериях в Древней Греции. А что это такое? Это был храм, храм Элевсина. Он стоит прямо за пределами Афин в Греции, вернее, то, что от него осталось. Они угостили зельем всех посвященных. А среди посвященных были Софокл, Пиндер, сам Платон. Все великие умы древнего мира отправились в Элевсин. Им давали это варево, которое называлось цехеон. Затем они спускались в эти глубокие помещения под храмом Элевсина, и тогда у них случались экстраординарные переживания, которые давали им откровения о природе реальности. Они перестали бояться смерти. Они знали, что этого не произойдет, они знали, что смерть, это еще не конец света. После того, как они пережили этот опыт, у них больше не было страха смерти. Это очень похоже на психоделический опыт. И вот тогда у нас все получилось. У нас есть результаты работы, проделанные над этим напитком. И вот это варево было приготовлено. Нам сказали, что оно было приготовлено из ячменя, мяты и воды. Но то, что растет на ячмене, это поспали клавишепа, грибок, похожий на Элезде. Мне это очень нравится. Это спарынья, которая растворима в воде. Они там есть. Есть спарыньи, которые очень опасны, но они есть. Это спарынья. Спарынья относится к тому классу грибов, к которому относится это растение. Все в порядке. И некоторые из них чрезвычайно опасны. Но этот гриб растворим в воде, не представляет опасности и по сути представляет собой Элезде. Они пили Элезде в храме Элевсина, и у них были откровения о смысле жизни, и в то время они создавали великую философию и блестящие идеи. Это, конечно же, во многом связано с этим всплеском интеллектуальной активности в Древней Греции. Но ведь это же Айхуаска. Или даже до того, как мы перейдем к Айхуаске, то, что мы обсуждали ранее, это шишковидная железа, которую вы видите изображенной примерно в виде сосновой шишки. Я видел эту сосну в Ватикане, а вот и она. В Ватикане есть такая сосна, она изображена на многих месопотамских рельефах, на которых изображены семь мудрецов. Они прижимают сосновую тележку к чьей-то голове. Да. Есть предположение, что это шишковидная железа. Было высказано предположение, что шишковидная железа выделяет диметилтрептамин. Это ДМТ. Это ДМТ. Я думаю, что более поздние работы по этому вопросу предполагают, что это скорее всего не так, но что это место эндогенного действия. В организме каждого из нас содержится дюймовт. Мы все здесь находимся вне закона. Все мы являемся носителями ДМТ. Мы все являемся носителями ДМТ. Это естественный гормон, вырабатываемый мозгом. На точный вопрос о том, где именно в организме он вырабатывается, некоторые люди в наши дни думают, что это могут быть легкие. Где бы он ни находился, он там есть. И шишковидная железа связана с ним по целому ряду причин. И это тоже связано с ним. Шишковидная железа – это третий глаз. Это был глаз. Шишковидная железа была глазом. Она до сих пор есть у некоторых земноводных. Вот почему она называется третьим глазом. У нее есть хрусталик, роговица и сетчатка. Мы только что эволюционировали из нее. Да, она проникла еще глубже в мозг. Она больше не чувствительна к свету, но возможно это все еще третий глаз. Так что связь между шишковидной железой и ДМТ не совсем ясна, но скорее всего какая-то связь существует. Хорошо, и так идея в том, чтобы мы искали себя в прошлом. Мы смотрим на то, как люди строят пирамиды, и мы спрашиваем. У нас есть эти подъемные экраны. Где же ваши подъемные экраны? А где же твои журавли? Вместо того, чтобы искать то, что мы не используем, они могут использовать то, что является психоделическими препаратами, и возможно именно это дало им доступ к ним. Глупо использовать слово способности, потому что я думаю, что оно как бы отвергает все. Но это может быть сделано для того, чтобы дать им доступ к какому-то, как будто они обладали потусторонними знаниями, которые могли бы помочь им творить. На самом деле это очень интересная дискуссия. Самое интересное в психоделиках, одна из многих интересных вещей, связанных с психоделиками, это во-первых новые данные, полученные в результате научных исследований. Наконец-то психоделики были извлечены из тайника и изучаются на предметах терапевтического потенциала. И совершенно очевидно, что псилоцибин определенно оказывает именно такое действие. Это грибы. Грибы, которые тесно связаны с ДМТ. Это своего рода перорально проглатываемая форма ДМТ. Они способствуют повышению нейропластичности. Они вызывают рост новых нейронов в головном мозге. Они делают нас умнее. Давайте отдадим дань уважения Терен Сумакине, блестящему мыслителю в этой области, чья книга гипотеза об обкуренной обезьяне, и чья книга пищи богов, стала одним из первых признаний того, что психоделики могут они послужили тем спусковым крючком, который вывел наших предков из состояния скуки, длившейся миллионы лет, и направил их на путь, который мы признаем современным человечеством. Да. Это совершенно разумный поступок. Кроме того, очень интересно то, как психоделики очень помогают при депрессии. И почему же это так происходит? У меня депрессия, и я говорю об этом по собственному опыту, потому что сам страдал от длительного периода депрессии еще в начале 90-х годов. Депрессия – это очень узкое, жесткое состояние ума, при котором ты заперт в повторяющихся образах мыслей, и они очень негативны. И ты продолжаешь повторять их, да ты начинаешь ненавидеть себя. Ты просто не можешь ничего вынести, ты заперт в клетке и не можешь вырваться из нее. И вот что, по-видимому, делают психоделики, так это разрушают этот стереотип поведения. Они просто полностью разрушают его. И в данном случае при лечении депрессии лучше всего помогает массивная доза, а не микродозировка. Микродозировка – это тоже здорово. Ты должен вырваться из этого состояния сам. Ты должен вырваться из этого состояния сам. Да, а еще я думаю, что в депрессивных состояниях присутствует некий нарциссизм. Это не нарциссизм с точки зрения того, что я самый лучший, посмотри на меня, все дело во мне, но с отрицательной стороны. Все это по-прежнему касается тебя. Да, да, да. И еще эти постоянные негативные мысли. Но если ты получишь психоделический опыт и получишь его, ты, возможно, поймешь, насколько ты мал в великой схеме вещей. Или как ты вплетен в ткань человечества, чтобы оно могло вырваться наружу. Об этом я и говорю. Смерть ягод соединит тебя от вселенной, которая замышляет против тебя заговор. Да, это так. Именно так и есть. Ты не такой уж и важный человек. Если ты принадлежишь к виду, который изготавливает один и тот же каменный инструмент без каких-либо изменений уже более миллиона лет, то происходят две вещи. Совершенно очевидно, что культурная информация передается по наследству, и совершенно очевидно, что ты заключен в очень узкие рамки. А потом все внезапно меняется. И наши предки начинают создавать это необыкновенное наскальное искусство, это удивительное наскальное искусство. Независимо от того, говоришь ли ты об этом месте, Сиране и Де Ла Линдоса в Колумбии, или ты говоришь о пещере Ласкова Франции, искусство потрясающее. И это классическое психоделическое искусство. На ней изображена геометрия узора из закрученных точек, зигзагообразных линий. А вот и Сиране Дел Доса, а вот и один из представителей мегафауны вымершего ледникового периода, на который указывает стрелка. Вон там изображена геометрическая фигура, закрученные точки, что-то вроде взаимосвязанных цепочек, которые изображены вон там слева. Все это классические психоделические видения. Очень часто, когда люди входят в глубоко измененное состояние сознания, все начинается с геометрии узоров, а затем проявляется в большем количестве в сущности. И эти сущности часто имеют териантропическую форму. По-гречески терион, дикий зверь, антропос, человек. По своей форме, они наполовину люди, наполовину животные. Это совсем не то, что ты видишь каждый день. Но это нечто такое, что есть на самом деле. Это очень распространенное явление. Часто встречающееся, очень распространенное в египетском искусстве, и очень-очень распространенное в глубоко измененных состояниях сознания, вызванных психоделиками. Это встреча с сущностями, которые затем, по-видимому, общаются с нами. И опять же, именно здесь археологи ломают голову, потому что им нравится думать, что сознание полностью локализовано в мозге, все это вырабатывается мозгом. И это всего лишь наш мозг, находящийся под воздействием наркотиков. Тогда как на самом деле все обстоит как раз наоборот. Мозг, по-видимому, действует скорее как приемник сознания, чем как производитель сознания. Что же это значит? Все это означает, что нам приходится функционировать в очень жесткой физической вселенной. Таков уж наш мир. Мы должны знать законы физики, даже если мы не знаем их так, как они записаны в научных учебниках. Мы должны знать, что если мы врежемся в эту стену, нам будет очень больно. Мы должны понимать все это до конца. И естественно, наше главное внимание сосредоточено на нашем физическом выживании в этом физическом мире. Но не тут-то было. И для этого полезно то, что по праву называется бдительным состоянием сознания, способным решать проблемы. Но ведь нам доступно множество других состояний сознания. А психоделики вызывают совершенно иное состояние сознания, отличное от состояния бодрствования, направленного на решение проблем. И в этом состоянии сознания мы испытываем совершенно экстраординарные переживания. И среди этих переживаний наиболее важными являются встречи с сущностями, которые общаются с нами. Так вот, сейчас у нас возникла проблема, связанная с попыткой понять, что же здесь происходит. В Имперском колледже в Лондоне только что начался очень важный проект. И еще один проект, который будет запущен в Колорадо, я думаю, в самом Денвере, в течение этого года, где будут работать добровольцы-люди. Я надеюсь стать одним из них в штате Колорадо. В Лондоне мне отказали, потому что я страдаю эпилепсией с 2017 года, и нет никаких признаков того, что ДМТ может вызвать эпилепсию. А я выкурил огромное количество ДМТ, и знаю, что он не вызывает эпилепсии. Но вполне понятно, что пройдя через все юридические ухищрения, чтобы получить разрешение, они не хотят, чтобы я умер в их лаборатории. Так что они не приняли меня в качестве волонтера, но я надеюсь, что меня примут в качестве волонтера здесь, в Америке. Что это такое ДМТ с расширенным высвобождением ДЭМКС? ДМТ — это нормально. Это просто поможет тебе продержаться. Да, ты будешь под кайфом в течение часа. Вместо того, что называется ДМТ, примерно 5-10 минут. Всего 10 минут. А как долго, по ощущениям, длится прием ДМТ 5-10 минут? О-о-о, когда ты находишься в пространстве ДМТ, тебе может показаться, что прошла целая вечность. Так что один час — это почти ужас. Неужели времени не существует? Вот что говорят многие волонтеры. Перспектива пробыть в этом пространстве в течение часа вызывает тревогу. Им постоянно вводят препарат капельно прямо в кровоток. Они могут в любой момент подать сигнал о том, что с меня хватит, если они действительно чувствуют себя подавленными. Но по большому счету, большинство добровольцев прошли через это сами. Я был модератором дискуссионной группы с участием 4-х волонтеров. Они сказали что-нибудь интересное? Это джентльмен по имени Эндрю Галлимор, который изобрел технологию, которая будет использоваться в штате Колорадо. Да, самое интересное заключается в том, что все они, по-видимому, встречались по сути с одними и теми же сущностями. Это и есть тот самый гном. А что это за машина? Эльфы. Они могут быть машинными эльфами, они могут быть гномами, они могут быть тиреантропами, но они игривы, они хитры, они обманщики, и они передают знания. А еще они являются учителями нравственности. Вот в чем самое забавное. Они заставляют нас взглянуть правде в глаза нашему багажу знаний. Как же так? Я могу сказать, что в моем случае недавно у меня был опыт применения другого вида ДМТ, совсем недавно, а именно пятимолекулярного ДМТ. ДМТ, о котором мы говорим, это НДМТ, и именно он чаще всего вызывает встречи с сущностями и ощущение телепатической связи с сущностями. И наука не в том положении, чтобы списывать это со счетов. Квантовая физика рассматривает возможность существования нескольких измерений и очень открыта для такой возможности. Может быть все дело в том, что наше сознание перестраивается с помощью ДМТ таким образом, чтобы получить доступ к измерениям реальности, которые обычно находятся рядом с нами. Мы думаем, что реальность именно такова, но на самом деле все обстоит именно так. И в глубоко измененном состоянии сознания потребность в бдительном мышлении, направленном на решение проблем, ослабевает, и мы можем открыться другим областям реальности. Кто знает, что там происходит? Но вопрос в том, узнают ли люди что-то новое в этом штате. Это могло бы затронуть вопрос о том, были ли психоделики полезны для того, чтобы зарядить энергией древнюю цивилизацию и заставить ее двигаться вперед. Я хотел бы привести в пример очень хорошо известный случай с Кэрри Малис, проведший полимеразную цепную реакцию ПЦР-тест, который впоследствии стал основополагающим для всей работы с ДНК. Он открыто признался, что никогда бы не сделал этого открытия, если бы не принимал ЛСД. Именно ЛСД подарил ему это открытие. Ты сказал, что недавно у тебя был опыт общения с другим типом наркотиков. У тебя был опыт общения с 5-ми. Да. Что же это было? Это было прекрасно. Так оно и было. Так оно и было. Хорошо, это всего лишь 5 миллиграммов ДНТ. Это немного спорно, потому что в основной форме он получается из выделения определенного вида жабы. И эти выделения можно соскрести и выкурить прямо сейчас. В таком случае дым получается довольно мутным, и ты проглатываешь не только 5-ми АДМТ, но и другие элементы, содержащиеся в выделениях жабы. Можно получить синтетический 5-ми АДМТ, который является чистым, в котором нет других элементов в выделениях жабы, и это не связано с убийством жаб. И именно такой вид 5-ми АДМТ, который у меня был, был в чистом синтетическом форме. Я был встревожен еще до того, как сделал это, потому что у меня был тревожный опыт приема других ДМТ и НДМТ. Наш фасилитатор помог мне и другим членам группы, дав нам первую дозу МДМА. У нас это получилось. У нас начались судороги. У нас все хорошо получается. Это всего лишь второй раз в моей жизни, когда я испытываю МДА. О, это просто здорово. Какая замечательная вещь. Это потрясающе. Боже, это просто чудесно, и ты чувствуешь себя просто переполненным любовью. Это просто такая прекрасная вещь. Так вот у нас было это за 3 или 4 часа до того, как мы приняли 5-ми АДМТ. А затем по 3 раза за раз мы ложились и ну в общем сначала садились, чтобы сделать один мощный глубокий вдох через трубку, а затем задержать его в себе и затем отпустить. А потом моя жена Санта сможет сделать вот это и сесть прямо. Она делает это с помощью МД, и у нее это получается. Но она проделала то же самое с 5-ми АУ. Просто сядь прямо, сядь прямо, и она проделает эти мудры. Ты очень-очень присутствуешь при этом. Мне нужно прилечь. Я не могу ни сидеть, ни стоять. Я должен лечь плашмя. И я действительно натянул маску на глаза, когда лежал. А потом случилось вот что. Единственный визуальный ревизионный элемент 5-ми А, был похож на перышко с глазом на конце. Но большая его часть была посвящена тому, как мне нужно уважать, уважать и любить свою жену, и как я сам. Именно это и делала мать, чтобы ты это понял. Именно это я и должен был сделать, да. Но у меня есть проблемы с гневом. Я слишком быстро впадаю в ярость, и этот гнев может быть очень болезненным для других людей, и особенно для моей жены. И это показало мне это и по сути, сказала, ты должен это исправить. И как же ты об этом думаешь? Интуиция или что-то в этом роде? Это была скорее интуиция. Это была не сцена, в которой я кричал, а признание того, что именно этим я и занимаюсь, что это вредно и бесполезно. Это вредно и для меня, и для всех, кто меня окружает. Так что общение с этим небесным существом происходит вообще без всяких слов. Без всяких слов, но ты все понял. И вот еще что. Еще одно намерение, о котором я сказал, состояло в том, что в тот день у меня было три захода на трубу с интервалом примерно в полтора часа между каждым из них. А на третьем заходе мое намерение было более эгоистичным. Мое намерение состояло в том, чтобы я так и поступил. Не могло бы это помочь мне избавиться от моих мигреней, потому что я очень сильно страдаю от мигреней. На самом деле это своего рода проклятие. И я хотел бы сосредоточиться именно на этом. Может быть, это каким-то образом может повлиять на меня. И я действительно почувствовал, возможно, это было мое воображение, но я действительно почувствовал, как пальцы массируют мой затылок, где часто начинаются мигрени, а затем массируют висок. А затем все резко прекратилось, и мы вернулись к вопросу о моих отношениях. И я подумал, что это прекратилось именно так, потому что прием 5-миа ДМТ избавил меня от мигрени. Но уже на следующий день у меня началась еще одна сильная мигрень. И я думаю, что произошло вот что. Доза ДМТ в 5 миллиграммов говорила о том, что на самом деле мы не можем исправить ситуацию меньше, чем за один прием. Это был экстраординарный опыт. Я бы никому не рекомендовал делать это в полном одиночестве или принимать какой-либо вид ДМТ. Я думаю, что очень важно иметь ответственного фасилитатора, который привык обращаться с людьми в таком состоянии. Все реагируют на это по-разному. Некоторые люди действительно могут выйти из себя. Выходить из себя совсем не обязательно плохо. Испытывать страх не обязательно плохо. Но ты хочешь, чтобы рядом был кто-то сиделка, кто разбирается в медицине, кто может тебе помочь, и кто может помочь тебе пережить это. Ты уже говорил ранее, что это выводит тебя из состояния сознания, в котором ты решаешь проблемы. Именно в таком состоянии мы обычно и находимся. Обычно мы думаем о следующей проблеме, с которой нам предстоит столкнуться. А как же нам это сделать? И тогда я часто думаю, что в таком состоянии мы не справляемся с теми проблемами, которые у нас есть внутри. Мы не справляемся с травмами, отношениями и тому подобными вещами. Так оно и есть, так оно и есть. Часто мы обвиняем в этом других людей. Именно так оно и есть. Да. Так что мне интересно, то, как ты это описываешь, даже то, как ты это описываешь, ставит на паузу те проблемы, которые, как нам кажется, мы должны решать в каждом втором случае. Чтобы сделать что-то вроде, это похоже на самостоятельную работу. Да, это сработает. Это сработает. Мне интересно, что же находится на другом конце пути самостоятельной работы. Вот и мне интересно, когда ты справишься со многими вещами, над которыми тебе нужно поработать. Куда еще они могут тебя завести? Потому что я не думаю, что они уйдут. У тебя все хорошо, увидимся позже. Может быть, ты начнешь стремиться к чему-то из этого. Может быть, тебе нужно разобраться со всеми своими делами, прежде чем ты будешь готов к этому высшему сознанию. Может быть, и то, и другое может происходить постоянно, потому что практически в каждом моем мощном психоделическом путешествии есть что-то особенное. И Айхуаска, безусловно, относится именно к этому. И мое последнее путешествие с Айхуаской было в 2019 году. ДМТ, НДМТ совсем недавно, а затем 5 миа ДМТ, все они рано или поздно разбираются с моим багажом. У меня с собой очень много багажа. Те из нас, у кого с собой меньше багажа, как правило, путешествуют более мягко. Но в моем случае это прямо у меня перед носом, и тебе придется с этим смириться. И ты продолжаешь добиваться этого? Я продолжаю добиваться этого, потому что это очень полезное учение, и я все время возвращаюсь к вредным привычкам. Так что это служит мне напоминанием? Да, вот и все. Действительно важно понимать, что эти вещества не являются волшебной пилюлей. Они помогут тебе вылечиться за одну ночь. Я думаю, что люди используют их именно для этого. Это совсем не так. Я думаю, что они стали в некотором роде модными, и я думаю, что многие люди ищут Айхуаску, потому что они говорят, эй, у меня есть этот блок, и если я просто сделаю это, эта Айхуаска поможет мне все исправить, и тогда дело будет сделано. Скорее всего, это продлится несколько недель, а потом ты снова выйдешь на поле боя. Это похоже на работу мануального терапевта или что-то в этом роде? Ты должен продолжать свою работу. Настоящая работа начинается после сеанса. Так что это означает осознание того, что происходит, с чем тебе приходится сталкиваться, а затем ты должен выполнить эту работу. А затем ты должен выполнить эту работу сам. Но что касается новизны, то я упомянул Кэрри Моллес и цепную реакцию полимера. Еще один интересный пример — это Стив Джобс и Стив Возник. Я уже упоминал о них. Нет. Но все же, они уже были такими. Они тоже очень сильно настаивали, не так ли, особенно Возник, на том, что компьютер Эппл не был бы изобретен без ЛСД. Вау! А также Фрэнсис Крик, который вместе с другими коллегами является первооткрывателем двойной спиральной формы ДНК. Он регулярно употреблял ЛСД в 1960-е годы, до того как он был запрещен законом, и в 50-е годы. А еще он предположил, что впервые получил его. Он получил форму двойной спирали под воздействием ЛСД. Так что вот научные примеры людей, которые совершают квантовый скачок вперед в знаниях в результате своих психоделических переживаний. Не в результате их бдительного состояния сознания, способного решать проблемы, которые мы так высоко ценим, а в результате это результат совершенно другого состояния сознания. В моем случае новизна заключалась в том, что во время пяти сеансов Айхуаски в Бразилии мне подарили роман. Я никогда раньше не писал романов. Я всегда пишу художественную литературу и до сих пор пишу в основном художественную литературу. Но мне дали роман, мне дали весь сюжет романа целиком, и в итоге я написал этот роман в промежутке между ними. Сеанс был в 2007 году, я закончил роман в 2010 году. Он назывался запутанный. Я и понятия не имел, что у меня внутри есть роман, и, возможно, моим читателям он не понравится. Мне все равно. Я нашел в себе ту область, которая была для меня новой, и я смог это сделать. Вся эта история существовала только для тебя? Да. А теперь объясни мне, как она существовала в виде сюжета, начала, середины, конца или существовала в виде персонажей? Я видел главных героев и видел обстановку. Это были две молодые женщины, одна из которых жила во времена неандертальцев, а другая живет сегодня, которые были буквально запутаны в пространстве и времени. И именно употребление психоделиков в то и другое время позволило им запутаться. А также то, что они были сведены воедино некой сущностью, на которую они ссылались. Извини, но мои критики будут просто в восторге от этого. Они собираются навеки опозорить меня наркотиками. Но ты же знаешь, что их объединила некая сущность под названием Голубой Ангел, цель которой это я. Существует демон, который путешествует во времени по имени Сульпа, и он стремится уничтожить все хорошее, что есть в человечестве. И он делает это в двух временных рамках, во времена неандертальцев и в наши дни. И эта сущность Голубого Ангела объединяет этих двух молодых женщин в эти два разных временных периода, чтобы сразиться с демоном. Именно такую историю мне рассказали, и именно эту историю я написал. Ты воспринимаешь все это как фильм, или как тебе это представляется? Я действительно видел это немного похожим на кинофильм. Я видел разные сцены. Я видел, как моя юная героиня из каменного века Рея очень, очень блестяще бросала камни в своих врагов. И я увидел связь между этими двумя женщинами и ощущение сверхъестественной битвы добра со злом, на фоне которой разыгрывается человеческая история. А также то, что в конечном счете у нас, людей, всегда есть выбор. У нас всегда есть выбор между добром и злом. Это может быть как в очень малом масштабе, так и в очень большом масштабе. Если это будет происходить в очень больших масштабах, то это может нанести огромный ущерб человеческому обществу в целом. Если это будет происходить в очень малых масштабах, то это может нанести огромный ущерб нам и тем, кто находится рядом с нами. Но у меня было именно такое ощущение, что именно это и происходит. Как бы то ни было, до этого у меня не было ни одного романа. Но я никогда и не пробовал. Видели ли вы другие произведения, не только литературные, но и кинофильмы, музыку, к которым вы сразу же подключились и подумали? О, это навеяно галлюциногенами. Это напоминает мне об одном опыте, который у меня был. Так ли это, так ли это? Это мог бы быть мультфильм для детей, но... Это же аватар. Не так ли? На 100% или нет? Вот так вот. Да. Но это аватар из того, что было в оригинале, так говорят люди. Это же Покахонтас? Я думаю, что это Покахонтас. Нет, 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 нет. Там что-то вроде. Почти как в аниме. И людям это показалось немного странным. Я не уверен, но кто-то, вовлеченный в эту историю, определенно испытывал все это на себе. Судя по всему, у Джона Кеннеди был опыт употребления психоделиков. Я бы ничуть не удивился. О! Вау! Повторяю еще раз. Это ошибка, которую совершило наше общество. Оно хочет сократить нас. И может быть это вовсе и не ошибка. На самом деле я не сторонник теории заговора, но возможно это было сделано намеренно. Может быть это было сделано намеренно еще тогда, когда была объявлена война с наркотиками. Она уже началась. Мы провели много исследований, связанных с психоделиками. Психоделики заставляют людей задавать вопросы. Они не позволяют нам чувствовать себя комфортно с господствующим порядком вещей, как в нас самих, так и в том, как функционирует общество. И мы начинаем критически подходить к вопросам так, как раньше, возможно, не подходили. И я думаю, что это показалось нам опасным. К тому же их демонизировали ложью и полной нечестностью, но так оно и было. Ты помнишь то время, когда психоделики набирали популярность? Вот тебе и 19 лет. Когда же это было? Ты говоришь, что они набирали популярность. 60-е годы, популярность в мейнстриме. Я не думаю, что хиппи можно было бы назвать мейнстримом. Так забавно, что, оглядываясь на них назад, мы видим, что они были мейнстримом. Да, именно так. Это было похоже на доминирующую культуру. Но я думаю, что в то время они были маргинальными и странными. Они были маргинальными и странными, и так оно и было. И их боялись те, кто укоренился и укоренился в господствующей культуре. Да, слово хиппи было уничижительным, не так ли? Это было уничижительное слово. Он всего лишь хиппи. Да. Это был негативный термин. Так что я предполагаю, что мы наблюдаем сдвиг в человеческом сознании, который определенно начался, вероятно, в конце 50-х годов и шел полным ходом в 60-е годы. И если бы этому было позволено продолжаться, это вполне могло бы трансформировать общество во многих отношениях. Но затем это было пресечено, и была распространена вся эта ложь и пропаганда, ложная история о том, насколько опасны психоделики. Я хочу внести в это предельную ясность. Психоделики — это чрезвычайно серьезный бизнес, и это нужно понимать. Я не верю, что психоделики предназначены для детей, как и марихуана, если уж на то пошло. Я так и думаю. Я думаю, что нам было бы гораздо лучше держать их подальше от детей, если бы они были полностью легальными и сопровождались мудрыми советами. Они также могут выявить существующие психологические проблемы. Да, они могут это сделать. Ты должен быть действительно опасен. Если кто-то страдает шизофренией, психоделики могут стать очень плохими новостями. К тому же многие люди даже не подозревают о том, что у них шизофрения. Очень многие люди об этом не знают. Особенно я. Так что в этом есть определенный элемент опасности и риска. И именно поэтому няня, имеющая большой опыт работы с этим веществом, должна быть именно такой. Няня — это по сути ваш шаман? Да. Мы еще не изобрели слова для обозначения шамана в западной культуре, но нам это необходимо. Это слово происходит от тунгуса монгольского языка. Оно означает тот, кто видит. И именно тогда оно было применено антропологами, потому что они обнаружили, что эта фигура, этот человек, сыгравший эту роль, встречается во множестве различных культур по всему миру. И они сказали, давай просто назовем их всех шаманами. Вот и правильно. Но это слово происходит из одной специфической культуры. А у нас в нашей культуре пока нет подходящего слова для этого. Я использую слово «фасилитатор» или «няня». Это одна из многих областей, в которых западной культуре не мешало бы поучиться у коренных народов, которые ответственно используют психоделики на протяжении тысячи тысяч лет. В чем для тебя заключается ответственное употребление психоделик? С чего же ты начинаешь, когда делаешь это? С намерений и медитацией и тому подобных вещей. Да, именно с намерений и медитацией. Это не является развлечением для отдыха. Ты же не собираешься устраивать вечеринку. Ты делаешь это для того, чтобы установить контакт с умершими. Айхуаска означает «виноградная лоза мертвых» или «виноградная лоза душ». Ибо Гаин — это самое то, что нужно. И Бога — это растение, которое позволяет людям видеть мертвых. Вот что означают все эти вещи. У них так много общего с загробной жизнью. И это требует серьезного изучения. Если ты недавно потерял родственника и у тебя до сих пор не наступило взаимопонимание, то может быть очень полезно установить контакт с этим человеком в загробной жизни. И многие люди рассказывают об этом опыте, так как у меня самого был подобный опыт общения с Богом. Неужели это правда? Да, я познакомился со своим папой. Незадолго до этого он скончался. А теперь повторяю еще раз. Ученые говорят, что ты просто фантазировал об этом. Это было всего лишь твое воображение, но я встретил его. К черту ученых! Так что же все-таки произошло? Он пришел ко мне в видение. Это было смутно, но в целом он заставил меня почувствовать себя хорошо по поводу ключевого вопроса, а именно того, что меня не было рядом с ним у его смертного адра. И это не давало мне покоя. И после этого меня это больше не преследовало. И все чаще, благодаря моему опыту употребления психоделиков на протяжении многих десятилетий, я перестаю бояться смерти. Я не боюсь смерти. Я действительно боюсь боли. Я действительно боюсь унижения. В преклонном возрасте мне исполнится 7273 года. Я должен относиться к этому реалистично. Мне осталось пробыть в этом воплощении совсем немного времени. И по мере того, как мы становимся старше, наши тела становятся немощными, слабеют, мы становимся все более и более зависимыми. Мне не нравится быть зависимым от других в любом случае. К тому же я терпеть не могу боль. И мне бы очень этого хотелось. А кто этого не хочет? И я хотел бы избегать ее как можно больше. Но смерти я не боюсь и даже не беспокоюсь по этому поводу. Когда она придет, я расценю это как очередное великое приключение и надеюсь, что именно так оно и будет. Но кто знает? Никто не может сказать окончательного слова о смерти. Да, наши тела умирают, но умирает ли наше сознание? Мы этого не знаем. Любой ученый, который скажет, «Ты всего лишь мясной робот, для тебя нет ничего другого, кроме твоего физического тела», высказывает свое мнение, а не факт. Так что для меня это начало следующего великого приключения. И я думаю, что психоделики помогают мне в этом. Они помогли мне в этом деле. И я знаю из последних научных исследований, которые проводятся в настоящее время, что они помогают людям, находящимся в неизлечимом состоянии, которые беспокоятся о смерти. Опять же, псилоцибин — это тот препарат, который чаще всего испытывается в этом отношении. Они, как правило, теряют страх смерти. Они ее совсем не боятся. А потеря страха смерти заключается в том, что я думаю, что есть разница между страхом смерти и страхом упустить то, что происходит вокруг. Например, предположим, что тебе нужно было бы заняться чем-то вроде скалолазания без веревок. Ты, вероятно, сделал бы это, боишься умереть. Я бы тоже этого боялся. Я бы боялся упасть, но я бы этого не сделал. Послушай, я отношусь к жизни как к бесценному дару. Мне достаточно повезло, как и тебе, и всем нам в этой комнате родиться в человеческом теле, иметь такой большой мозг, и чтобы иметь на это возможность. На самом деле это нужно для того, чтобы иметь возможность сделать выбор между добром и злом и получать жизненный опыт. Это настоящий театр переживаний. Мы войдем в него еще детьми. Мы будем проходить через это на протяжении всех наших лет. Перед нами будут открываться всевозможные возможности учиться, расти и развиваться. И я расцениваю это как настоящий подарок судьбы. Так что я не собираюсь идти на глупый и ненужный физический риск. Я шел на него только тогда, когда это было необходимо. Мы с Сантой оба не раз чуть не расстались с жизнью во время наших водолазных экспедиций. В ходе наших исследований мы побывали в зонах боевых действий. В нас стреляли пулями. Если ради проекта, которым я занимаюсь и который близок моему сердцу, стоит пойти на риск, я пойду на это. Но я не буду безрассудно или неоправданно рисковать. Мне кажется, что это было бы пустой тратой времени. Риск сам по себе не имеет никаких достоинств. Это необходимый риск, в котором есть хоть какие-то достоинства. Но я не знаю, отвечает ли это на твой вопрос. Так оно и есть? Так оно и есть. Да, потому что я думаю, что очень важно испытывать страх смерти. Да, именно так и есть. И я думаю, что по мере того, как у нас появляется все больше вещей, с которыми мы не хотим расставаться. Любимые люди — семья. Прекрасные вещи, которые приносят успех. Я ловлю себя на мысли, стоит ли заниматься этим глупым легкомысленным занятием, в котором я потенциально могу потерять все эти прекрасные вещи, которые приносят успех. Мой ответ — нет. Именно так и есть — нет. Это не так. Так что это совсем не тот тип смерти. Нет, я обращаюсь к тебе как к мужчине, которому в следующий раз исполнится 73 года. И ты думаешь, вот-вот наступит день рождения. Да. Это когда-нибудь произойдет? По правде говоря, так оно и есть. Дверь смерти стоит прямо рядом с нами. Со всеми нами, каждую минуту каждого дня. Да, именно так. Это может случиться в любой момент, будь то в результате болезни или несчастного случая, просто ты можешь уйти, вот так просто. Но по большому счету, по мере того, как ты становишься старше, это действительно становится все ближе. И ты начинаешь задумываться об этих вещах. И я неизбежно задумываюсь о том, что не знаю, сколько времени мне осталось. Но мне совершенно ясно одно. Я не собираюсь торопить свою смерть, но если она наступит, я не собираюсь относиться к ней со страхом и ужасом. Я хочу быть как можно более бдительным и бодрым, насколько это возможно. И я надеюсь, что меня проведут через врата смерти в психоделическое путешествие. О-о-о! О-о-о! Хорошо, ребята. Мы собираемся сделать перерыв на два часа, потому что, послушайте, некоторые из вас, ребята, совершили трудный поступок во время эпидемии ковида. Хорошо? Вы заплатили своим людям, вы помогли своему бизнесу пережить пандемию, и теперь, совершив трудный поступок, вы можете получить до 26 долларов с нуля. На одного сотрудника организации COVID-TaxRalife.org, хорошо? Государственные средства выделяются на вознаграждение компаниям с двумя или более сотрудниками, которые оставались открытыми во время эпидемии ковида. Это не кредит, и тебе не нужно его возвращать. Эта программа очень сложная, но никто не знает о ней больше, чем специалисты по налогам и сборам из организации COVID-TaxRalife.org. Ты ничего не платишь авансом. Они выполняют всю работу сами и делятся с тобой процентом от полученных наличных денег. На это могут претендовать предприятия всех типов, включая некоммерческие организации и церкви, в том числе те, кто брал кредиты по линии ГЧП. Даже если бы у тебя был рост продаж, ты поступил бы очень тяжело для своих сотрудников во время эпидемии ковида, хорошо? Пусть организация .org по налоговым льготам от ковида поможет тебе получить до 26 долларов с нуля на одного сотрудника. Посетите организацию .org по налоговым льготам от ковида. Это организация Дат.Орг по налоговым льготам от ковида, организация Дат.Орг по налоговым льготам от ковида. А теперь давай вернемся к шоу. Хорошо, ребята, мы собираемся очень быстро сделать перерыв, потому что вам нужен кошелек получше. Кстерни зря является крупнейшим в мире брендом смарт-кошельков. Они разрабатывают инновационные решения для улучшения того, как выносить свои повседневные вещи. Все они находятся прямо здесь. У вас есть быстрый доступ к карточкам. Посмотри на этот банк. Все мои карточки прямо здесь. Мне не нужно ничего искать. Все это находится прямо здесь, одним нажатием кнопки. Кроме того, что еще более важно, в нем есть две ключевые функции трекера. Ты понимаешь, что это значит? Его можно отслеживать по всему миру. А еще эти кошельки обеспечивают рфит-защиту, или, как называют это Эндрю, они являются загрузочным устройством. Когда ты бываешь за границей, иногда им даже не нужно красть стену. Они могут просто вытащить информацию у тебя из кармана. Вот так вот будет. Рфит-защита, это значит, что она защищена от воздействия кожи. Так что если ты, возможно, будешь в Греции, когда выйдет этот эпизод, то эта стена идеально тебе подойдет. И что еще более важно, она, как всегда, поможет тебе найти общий язык. Так что если ты взглянешь на эти стены в магазине, то увидишь их. При использовании дополнительного кода «Вопиющий» для даткомов, ты получишь скидку до 25% по всему сайту. Повторяю, это и есть настоящий магазин. Экстер «Вопиющий» для даткомов. При использовании кода «Вопиющий» ты получишь скидку до 25%. А теперь давай вернемся к нашему шоу. Ты действительно духовный человек. Ты веришь в Бога? Так ли это на самом деле? Я не христианин. Я не принадлежу ни к одной из основных религий. Я таковым не являюсь и уже очень давно не являюсь. Но я думаю, что жизнь это огромная тайна, и что в основе своей, за неимением лучшего слова, она представляет собой духовную тайну. Мы находимся здесь в духовном путешествии. Я думаю, что основные религии сузили этот путь до догм и вероучений. Где в большинстве основных религий религии, в большинстве случаев, говорим ли мы о христианстве, иудаизме или исламе, авраамических верованиях, монотеистических религиях, людях, есть исключения, но у многих людей нет никакого прямого контакта с духом. Их учат тому, что нужно думать. Им говорит о том, что нужно думать, в основном бюрократ, который случайно оказывается священником, раввином или мулой, который говорит, вот эти учения. Ты должен придерживаться этих учений. И на самом деле, если ты не будешь их придерживаться, мы подвергнем тебя цензуре и подвергнем цензуре тем или иным способом. На мой взгляд, это не более духовно, чем ведение бизнеса на фондовой бирже. Это эксперт, который говорит мне, что я должен думать. В то время как духовный опыт это прямой контакт с божественным, цитирую без кавычек, который не обязательно является каким-то старым раздражительным парнем, сидящим на облаке. На самом деле это совсем не так. На мой взгляд, это вовсе не является искаженным представлением о том, что такое духовность. Здесь мы могли бы затронуть самые разные спорные вопросы. Я даже не знаю, в чем дело. Вступали ли вы в непосредственный контакт с высшими силами благодаря своему опыту? Да, я принимаю психоделики. Особенно принимая Айхуаску, я почувствовал присутствие сущности, которую я называю матерью Айхуаской. И вот еще что. Я почувствовал присутствие матери. Я почувствовал присутствие матери. И я почувствовал ее учение, и я почувствовал благодарность. На что же это было похоже? В самом убедительном случае она приняла облик огромной змеи, которая обвелась вокруг моего тела. Змеи всегда возвращаются в себя? Вот и все. Они всегда возвращаются. А мать Айхуаска часто принимает облик змеи, иногда принимает облик ягуара, иногда принимает облик ягуара. Это не автомобиль, а пума, а иногда принимает облик человеческого существа. Но все же... Был ли у вас какой-нибудь страх? Смысл послания был таков? Нет, я не испытывал страх. Я действительно почувствовал это. Что-то обволакивало меня вокруг? Я почувствовал огромное утешение. И снова я получил сообщение, которое получал уже много раз, о том, что у тебя не получится хорошо дарить любовь другим, если ты не любишь себя, если ты постоянно ненавидишь себя. И я пережил долгие периоды своей жизни, когда испытывал очень негативное отношение к самому себе. Так что для меня это был позитивный опыт. Я бы сказал, что каждый опыт, который у меня был с Айхуаской, был позитивным, даже самый сложный. А какой же он был самый сложный? Это был самый тяжелый опыт, и я не решаюсь поделиться им с вами. В группе Айхуаски, когда ты выпиваешь, скажем, с дюжиной других людей, возникает элемент телепатии или общения, который может иметь место. Так уж получилось, что и я оказался в этой группе. Я был в одной группе, где, как выяснилось позже, все и произошло. Позже мы ознакомились с фактами. Там был один человек, которого там не должно было быть. В Айхуаске наблюдается тенденция к тому, чтобы вы снижали свои барьеры. Твое сердце раскрывается передо мной. Ты очень уязвим по отношению к другим людям. И, к сожалению, именно об этом явлении я бы предупредил любого, кто пьет Айхуаску сегодня на Западе или где бы то ни было. Собственно говоря, дело в том, что есть люди, которые используют эту уязвимость для получения психического преимущества над вами. И это было именно то самое чувство. Во-первых, это случилось с моей женой Сантой, которая была рядом со мной. А затем со мной случилось то же самое, когда какой-то человек попытался проникнуть в наши головы и взять нас под контроль. И на следующий день мы узнали о нем побольше нового. Оказалось, что он уже бывал там год назад и делал точно то же самое. В то время мы об этом еще не знали. Мне показалось, что у него развелись какие-то экстрасенсорные способности. И когда мы расспросили его об этом, он сказал, Я шаман из этого подвала. Я хожу по группам, занимающимся Айхуаской, потому что они приносят мне пользу. И то, что он имел в виду под получением пользы от них, по сути, сводилось к тому, что я психический вампир. Я черпаю энергию из людей. Я забираю ее у них. Так что эти опасности могут возникнуть, и именно поэтому хороший шаман предотвратит это. А что же натворил Москера? В данном случае он ничего такого не сделал. Это было совершенно бесполезно. Но я думаю, что он многому научился из этого опыта. Но откуда же Айхуаскера знает, что именно это и происходит? Именно об этом ты и должен им рассказать. И в данном случае, в данном случае Санта-Клаус моей жены действительно рассказал об этом Айхуаске, но он этого не сделал. Сказал он, этот человек пытается проникнуть в мой разум, он пытается отнять у меня что-то. И у меня есть естественная склонность предполагать, что ты тоже все это выдумываешь. И в этот момент ты пребываешь в ясном сознании. У тебя достаточно ясного сознания, чтобы описать происходящее. Да, да, ты часто можешь пребывать в ясном сознании во время путешествия по Айхуаске. Ты говоришь с этим человеком по-английски, вот и все. Ты можешь быть таким, ты можешь быть таким. А человек, который входит в твой разум, не сидит ли он в другом месте? Не нависает ли он над тобой? Он лежал не на кровати, а на коврике на полу, всего в двух-трех метрах от нас. И мы были не единственными людьми, на которых он повлиял. Он повлиял и на других людей, находившихся в этой комнате. А еще в этой комнате находился джентльмен, который буквально упал с лестницы из церемониального помещения наверху, пытаясь убежать от него. Там действительно стало очень, очень, очень темно. Неужели все столкнулись с ним лицом к лицу? По-моему, я описал это в пространной статье на своем веб-сайте. Да, два дня спустя его попросили уйти, потому что он как бы сказал, да, я занимаюсь этим. Я извлекаю пользу из энергии других людей. И что же тогда конкретно, какой тип энергии он получает? Например, какую пользу он получает от этого? Да. Я могу рассказать тебе об этом, особенно в случае с моей женой. Мы с моей женой Сантой одного возраста. В следующий раз ей тоже исполнится 73 года. Но Санта выглядит намного моложе. Я выгляжу на свой возраст. Ты отлично выглядишь. Но Санта выглядит намного моложе. И он сосредоточился на ней, он обратил на нее внимание, когда спросил, сколько ей лет. И она назвала ему его возраст. А он сказал, ты еще так молода. И именно тогда он сосредоточил свое внимание на ней. Казалось, что у нее есть какая-то энергия, и она действительно есть. Это заряжало ее энергией и делало ее фантастической бабушкой. Фантастической матерью и самой замечательной жены на планете Земля. Но в ней заключена именно такая энергия. Он старался понаблюдать за этим. Ему нужна была именно эта энергия. Черт возьми, именно за этим я и пришел. Вот эта энергия. И она получила то, что хотела. Нет, он этого не сделал. В какой-то момент, когда мы собрались выпить напиток, он положил руки ей на плечи и подул ей в лицо, вот так. Так вот, в амазонском шаманизме дыхание может использоваться для разных целей, и одна из целей может быть использована для нападения. Они стреляют в другого человека предметами, называемыми виротами, психическими точками. Опять же, только люди, которые работали с Айхуаской, действительно поймут это. И многие из ваших слушателей этого не поймут и будут думать, что Хэнкок был сумасшедшим. Но я просто сообщаю вам о том, что произошло. И не только она это сделала. Не пострадала ли она психически в результате этого нападения, но и физически заболела после него. У нее развился опоясывающий лишай. В результате этого у нее до сих пор болит опоясывающий лишай, который снова и снова появлялся у нее на спине именно в том месте, где к ней прикасалась одна из его рук. Вау. Так что все просто, все просто. Хорошо, это здорово, держись. Так вот, это физическое проявление того эмоционального и духовного переживания, которое она пережила. Так, если же это может произойти в твоем теле, то почему же это не может произойти в теле кого-то другого? Почему же это не может произойти за пределами наших тел? Я думаю, это зависит от того, насколько сильно ты ослабил свою бдительность. Мы все настороже. Мы все защищаем себя не только физически, но и психологически. Но в этом-то и заключается опасность состояния Айхуаски, когда твое сердце раскрывается. Вот и все. Так что, может быть, стоит привести какой-нибудь аргумент в пользу того, что, допустим, шла настоящая война с наркотиками, не так ли? Может быть, они рассматривали это как нечто слишком уязвимое, чтобы раздавать его массам без возможности, если мы предложим им наилучший сценарий развития событий? Конечно, да. Я не думаю, что мы хотим относиться к этим людям, какими бы они ни были ответственными за них, в лучшем случае по сценарию развития событий. Но сейчас мы находимся в очень уязвимой ситуации. Вы видите прекрасный пример того, как кто-то использует это в гнусных целях. Представьте себе среднестатистического человека, который делает это в пятницу. Я разговаривал с психологом, который занимается психоделической терапией, и он даже сообщил в ходе клинического испытания об этих телепатических откровениях. Это очень распространенное явление. Даже во время клинического испытания в помещении, похожем на настоящий медицинский кабинет, человек принимал, по-моему, высокую дозу кетамина или псилоцибина, я не могу вспомнить. А врач, который наблюдал за ними, в основном думал о своей собаке дома. Это чисто анекдотический пример, но думая об их собаке дома, я подумал, о, неужели я пошел выпускать собаку на улицу? А затем пациент, принимавший большую дозу кетамина, снял абажур, снял наушники и сказал, я думаю о собаках или о чем-то еще. И был фактически разделяя одно и то же видение, о котором они думали, даже несмотря на то, что только один из них принимал большие дозы психоделиков. Это на удивление распространенное явление. Все происходит очень быстро, не так ли? Марк, а как же нам строить пирамиды? Как организовать 20 человек, 30 человек, чтобы все были на одной волне и доставляли блоки точно такими же способами и вырезали их в точно таких же формах? И, ну, может быть, не совсем одинаково формы, но с соблюдением определенных технических требований. Вот и все. В итоге у тебя получается вот эта идеальная штука, которая весит 6 миллионов тонн и почти идеально ориентирована на истинный север, имеет высоту 481 фут и содержит 2,5 миллиона отдельных каменных блоков. И малейшая хитрость или малейший просчет могут привести к тому, что вся эта штука будет выключена, и она даже не сможет оставаться на месте. Если ты допустишь хоть малейшую ошибку в основании, то в итоге получишь штопор вместо пирамиды. Если бы ты мог найти способ, я даже не хочу говорить манипулировать, но получить доступ к такого рода телепатическим способностям. Это был бы просто лучший инструмент коммуникации для проекта вот такого размера. Да, и давай не будем забывать, что существуют и другие телепатические способности, такие как телекинез, над которыми западная наука тоже насмехается. Потому что мы делаем все возможное. Дело не столько в вере, сколько в том, во что мы верим. Мы все делаем в нашем обществе благодаря механическому преимуществу. Мы привыкли использовать рычаги воздействия, мы привыкли к машинам, мы занимаемся разными вещами. Мы рассматриваем подъемные экраны для зданий и так далее, и так далее, и так далее. Вполне возможно, что существуют врожденные человеческие способности, которые действительно утратили силу в нашем обществе, но которые все еще существуют. И вот тут-то опять же тем, кто насмехается над подобными идеями, я бы посоветовал внимательно присмотреться к работам Руперта Шелдрейка. Руперт Шелдрейк ученый, и он проделал большую работу в области телепатии. К примеру, это может показаться тривиальным, но собаки, которые знают, когда их хозяева возвращаются домой, знают, когда они возвращаются домой. Так вот, он провел рандомизированные исследования, в ходе которых хозяева приходили домой в самое разное время, и другие проблемы, такие как запах и так далее, были исключены. Они всегда знали, когда их хозяин возвращается домой. Не всегда, но на статистически значимом уровне. Это же телефонная телепатия. Я подозреваю, что у всех нас бывал такой опыт, когда звонит телефон, и ты действительно знаешь, кто находится на другом конце провода. Как часто женщина заставляет какую-то часть твоего тела приподниматься, даже не прикасаясь к ней? Вот и все. Как интересно. Интересное наблюдение. Вот это самое главное. К тому же у меня есть телепатия. Ты говоришь о человеке прямоходящем. О, да, именно о человеке прямоходящем. Это мой любимый вид целительства. Я бы сказал, что во всех моих книгах, на тысячах страниц, которые я написал, я, вероятно, написал не более двух или трех страниц об этих экстраординарных возможностях и экстраординарные способности. Но когда археологи нападают на меня, они нападают на меня. Так бывает всегда. Они говорят, что Хэнкок верит в левитацию с помощью разума. Это действительно необычная ситуация, потому что мне кажется, что ты невероятно увлечен этой конкретной частью своей жизни, не так ли? Но когда ты пишешь об этом, даже говоришь об этом, я даже могу сказать, что сейчас, когда мы говорим об этом, ты думаешь. Люди будут использовать это делается для того, чтобы дискредитировать еще одно дело, которому я посвятил всю свою гребаную жизнь. О, Боже, какая щекотливая ситуация сложилась. Это действительно щекотливая ситуация. Но ведь мы же не поступаем так с другими людьми, не так ли? Как бы мы ни смотрели на возняка, я могу сказать, у вас плохие компьютеры. Вот именно так и есть. Нет. Тебе следовало бы просто изобрести компанию Apple. Это потому, что в археологии рассказывается о прошлом. И предполагается, что это в значительной степени прямолинейная эволюционная история. В таком виде ее гораздо легче переварить. Пройдя путь от раннего земледелия до развитых индустриальных обществ, и мысль о том, что когда-то могла существовать исчезнувшая цивилизация, что мы могли забыть целый эпизод из истории человечества, очень сильно угрожает этому повествованию. И это становится особенно угрожающим, когда оно появляется на такой крупной платформе, как Netflix. С тех пор, как я опубликовал отпечатки пальцев богов в 1995 году, на меня всегда нападали со стороны моей работы. Но с тех пор уровень атак и характер персонажа значительно возросли. Да. А еще мне очень жаль, что я тебя обидел, но это не только так, это своего рода подтверждение моих слов. Это похоже на то, как будто Netflix ставит на этом печать, заставляя людей говорить «О, это должно быть правдой». Не так ли? Не так ли. Потому что на YouTube звучит примерно так. «О, это тот самый парень». Именно так и есть. Да. Да. В то время как на протяжении всего сериала я стараюсь ясно дать понять, что выражаю свои личные взгляды, и что я не претендую на то, чтобы быть уверенным на 100%. Так вот, я вовсе не утверждаю, что все было именно так. Я хочу сказать, что именно так все и могло бы быть. В этом есть большая разница. В этом есть какая-то доля правды. И я хочу вернуться к этому вопросу, потому что я действительно очарован этим. Но есть одна часть сериала Netflix, с которой мне действительно не терпелось поговорить вам лично, чтобы вы могли мне все объяснить. Когда ты говорил о разнице в цвете коренных пород, я думаю, что ты был в Мексике, не так ли? Это было в штате Нью-Мексико. Это был штат Нью-Мексико? Мы были там. Там было что-то вроде линии, которая показывала это. Это и есть граница младшего Дриаса. И это было в Мюрей-Спрингс, в Нью-Мексико или Аризоне. Я почти уверен, что это именно Нью-Мексико. Это было в Мюрей-Спрингс. Я был там вместе с одним из ученых из группы по исследованию Комет, доктором Алланом Уэстом, и он мне это показывал. Вот оно что. Граница между огненными сушками. Она примерно шириной с человеческую ладонь. И ты видишь, как она проходит по всей длине этого рисунка. И мы вообще видим это потому, что произошло внезапное наводнение, в результате которого рисунок был срезан и боковые стороны обнажились. Он всегда был там, но ты бы не узнал о его существовании, если бы земля не была разрезана и вскрыта таким образом, как это было. А на этой границе младшего дриаса сохранился древесный уголь, оставшийся от лесных пожаров. А лесные пожары это именно то, чего вы ожидаете, когда над вами проносится небольшое количество кометного воздуха. В нем содержится платина, которая очень редко встречается на планете Земля. В нем содержится иридий, который встречается еще реже. Да. В районе Мюрей-Спрингс проходит самая молодая и сухая граница. Вот и она. И в ней содержится шокированный кварц, свидетельствующий о том, что кварц был расплавлен при температуре более 2000 градусов по Цельсию. В ней содержится углерод, используемый в микросферах. Да, они называют ее черной матовой. Она встречается не только там, но и по всему миру. Она была найдена в Бельгии. Она была найдена во многих различных местах в Америке. Она была найдена так далеко на востоке, как Абу-Курайра в Сирии. Это было событие мирового масштаба. Я тебя понял. И это был не один объект, попавший в одно и то же место. Кометы имеют обыкновение распадаться на множество осколков. Прошу меня извинить. Некоторые из них могут быть совсем маленькими, настолько маленькими, что не долетают до Земли. Они сгорают прямо в небе. Самый свежий пример, который у нас был, это тунгусское событие, произошедшее 30 июня 1908 года. Ведь это произошло в России, не так ли? И это произошло в Сибири, и, к счастью, над необитаемым районом Сибири. По их расчетам, этот объект имел диаметр от 60 до 100 метров. Он так и не долетел до Земли. Он взорвался в небе, поэтому кратера на нем нет. Но он расплющил 2000 деревьев вон там, на расплющенных деревьях. 2000 квадратных километров деревьев были просто расплющены этой штукой. И к тому же они расплющены воздухом? Да, огромное давление высвобождает эту штуку. Это похоже на взрыв атомной бомбы в небе. Происходит мощный выброс давления. Так вот, вместо того, чтобы грибовидное облако поднималось вверх, оно направлено вниз, на Землю. Если бы подобное произошло над каким-нибудь городом, это уничтожило бы все население этого города. И с тех пор до сих пор ничего не выросло? Я в этом не уверен. Я думаю, что они скорее всего заросли заново, эти участки заросли заново. Вон то, что справа, это тунгусское событие, да. Я не уверен в этом точно, потому что я никогда не бывал в этой части Сибири. Но это интересно, потому что это было 30 июня 1908 года, когда пришелся пик метеоритного дождя, известного как Бета Ториды. Земля имеет тесную связь с этим бурным метеорным потоком. Мы проходим через него два раза в год. И астрономы, которые работают над гипотезой удара младшего Дриаса, почти уверены, что комета прародительница бурного метеорного потока, была причиной этих столкновений 12,8 года назад. И мы до сих пор поддерживаем с ним отношения по этому поводу. Комета Энки – это самый известный фрагмент бурного метеоритного потока. Ее диаметр составляет около 6 километров, но это фрагмент изначально гораздо большего, может быть, 100-километрового диаметра, который распался на множество-множество осколков. И многие из этих осколков упали на Землю или взорвались в воздухе около 12,8 лет назад и вызвали наступление младшего Дриаса. Я не утверждаю это как факт. Я утверждаю, что это гипотеза о столкновении младшего Дриаса, задокументированная примерно в ста научных работах. Не могли бы вы привести в пример то изображение, которое вы мне прислали, об астероидах или кометах, упавших на Землю? Да, да. Марк, Марк прислал мне эту фотографию. Я верю, что это был ты. Марк действительно прислал мне ее. И вот это было именно то, о да, он прислал мне эту фотографию. А вот и кометы, которые упали на Землю. Я просто посмотрел на это и подумал вот о чем. Не так ли? Но подожди, а я-то думал, что так было на протяжении всей истории человечества. Это происходит с 94-го года. Ты прав. В 1994 году. Да, да. Такое ощущение, что Вселенная велит нам проснуться. Сказал Роган, мы существуем во время перестрелки. Мы живем в тире. Да, именно так и есть. Это всего лишь вопрос времени. Это всего лишь вопрос времени. Это абсолютно точно вопрос времени. И особое внимание необходимо уделить бурному метеоритному потоку. Потому что мы и так собираемся это сделать. Вперед. Сквозь него. Два раза в год. Несмотря ни на что. Мы проходим через это в конце октября, начале ноября, а также в конце июня, начале июля. А ведь его ширина составляет 30 миллионов километров. Земле требуется 12 с лишним дней, чтобы пройти через него по своей орбите. Внутри него находятся крупные объекты. Внутри него находится много маленьких и безобидных объектов. Это всего лишь вопрос времени, когда мы сможем это сделать. Займись этим прямо сейчас. Встреться с нами лицом к лицу. Да, но только до того, как мы с тобой встретимся лицом к лицу. И чтобы внести ясность, некоторые из них на самом деле являются просто астероидами, которые взрываются, как мне кажется, в атмосфере Земли. Вот и все. Это не так. Подавляющее большинство из них взрываются именно так. Иногда они попадают в цель. Иногда в последнее время были случаи столкновения с небольшим астероидом или кометой целый дом. Неужели это правда? Да, в этом году недавно произошло два таких случая. Да, в штате Алабамы есть женщина, в которую попал большой астероид, оставивший синяк у нее на ноге. Я почти уверен в этом, да. Иногда они действительно добираются до Земли. Кто-то разбрасывается, чем попало. Подавляющее большинство из них — это взрывы в воздухе. Но это падающие звезды, но они действительно падают. Но они действительно долетают до Земли. Так что мы находимся в космическом тире. И на это нужно обратить особое внимание. И вовсе не потому, что нам приходится жить в страхе перед мраком и гибелью, и что наша планета будет уничтожена. А именно потому, что сейчас у нас есть возможности и технологии для того, чтобы что-то сделать. Я хочу избежать этого, чтобы избежать этого. Да, именно так. Если мы будем обращать на это внимание, вместо того, чтобы обращать внимание на все то дерьмо, на которое мы обращаем внимание, развязывая войну друг с другом. И вкладывая огромные средства в системы вооружения, чтобы убивать друг друга в огромных масштабах. Дело в том, что человеческая раса неправильно расставила свои приоритеты. Мы все еще находимся в таком состоянии ума, в таком состоянии сознания, которое больше не служит интересам человеческой расы. В основе всего этого лежит нехватка ресурсов. Мы испытываем страх. В нас царят ненависть, страх и подозрительность. Средства массовой информации особенно хороши в этом. Это происходит потому, что они привлекают аудиторию. Но это так бесполезно, в то время, как нам следовало бы это делать. Мы должны распространять любовь, уверенность и надежду. Так как же ты поживаешь? Прости, но как же мы можем позволить людям экспериментировать с наркотиками, изменяющими сознание, без того, чтобы они злоупотребляли ими? Когда травка стала легальной, я забеспокоился о том, что ей немедленно начнут злоупотреблять. Причем не с точки зрения количества употребления, а с точки зрения ее эффективности. Как и травка сейчас, она даже не напоминает травку, не так ли? Вот это как раз то, что нужно, если мы действительно пытаемся полюбить естественную часть происходящего. Вчера вечером я купил кое-какие съестные припасы в Нью-Йорке. Ой, во-первых, во-первых, это маленькие кусочки шоколада, и каждый из них содержит 25 миллиграммов ТГК. А зачем тебе это нужно? Вот эти 25 граммов? Они такие крошечные. Все зависит от того, как часто ты их употребляешь. Если я буду употреблять марихуану очень регулярно, что я иногда и делаю. Это правильно. И я действительно хочу серьезно накуриться, мне может понадобиться 40 миллиграммов марихуаны. Неужели это правда? А вчера вечером я почувствовал потребность в более чем 25 миллиграммов по разным причинам. Но попытка разрезать этот второй кусочек пластиковым ножом была не очень удачной. И я думаю, что, возможно, я просто немного переборщил. К тому же я тоже выпил лишнего. Это очень сильное средство. По-видимому, высокая температура активирует ТГК по-другому. Не так ли? Это похоже на то, когда его запекают, а не на то, когда ты его куришь? Очень интересно. Съестные припасы, конечно же, как мы знаем, у тебя есть на это 5 или 6 часов. Конечно же, пик потребления съестных припасов у меня наступает примерно через 2,5 часа, и я все еще нахожусь там 2 или 3 часа спустя. В то время как при употреблении марихуаны, если я пишу, я предпочитаю употреблять марихуану, потому что могу титровать дозу. Я могу держать себя именно в том месте, в котором хочу быть, не проваливаясь глубоко внутрь. Там, где ты даже писать больше не можешь? Да, там, где я больше не могу писать. Для этого есть разные способы применения. И еще. Так как же же нам это сделать? Вот и все. Во-первых, во-первых, ты все легализуешь. Потому что поспешное, небрежное и безответственное употребление этих веществ в значительной степени происходит из-за незаконного режима. К тому же есть люди, которые зарабатывают деньги на том, что продают и продают эти вещества в качестве наркотиков. Первое, что нужно сделать, это сделать все это легальным. И я думаю, что именно так оно и есть. Но легальным для взрослых, а не для детей. Было бы гораздо проще объяснить нашему сыну-подростку или нашей дочери-подростку, что мы хотели бы, чтобы он или она держались до тех пор, пока им не исполнится 21 год. Потому что когда тебе 21 год, ты можешь делать все, что захочешь. Мол, точно так же, как и все остальное в нашем обществе, до тех пор, пока вы не причиняете вреда другим. Как я часто подчеркиваю, у нас уже существует множество законов, которые полностью регулируют все вопросы, связанные с причинением вреда другим людям. Самое странное в войне с наркотиками то, что они регулируют то, что мы можем испытывать или не испытывать в своем бессознательном состоянии, не причиняя при этом никакого вреда другим. Я думаю, было бы гораздо проще объяснить подростку, который хочет начать, что это очень серьезный, очень серьезный вопрос. Не торопись. Время еще придет. В данный момент твой разум немного незрелый. Подожди, пока тебе не исполнится 21 год, и тогда это будет твой выбор. Как ты думаешь, тебе исполнится 21 год? А может быть, это произойдет еще позже? Потому что... Я так и думаю. Я думаю, что из-за того, что мы позволяем так много других вещей 21-летним людям, я думаю, что это был бы вполне естественный возраст для того, чтобы надеть это. Конечно же, у каждого человека все по-разному. Некоторые 18-летние подростки обладают очень зрелым умственным развитием, а некоторые нет. Все зависит от обстоятельств. Но если мы собираемся что-то с этим поделать, я бы сказал, что 21 год — это хороший возраст. Вот вам и такой пример. Лучший пример того, почему хороший совет работает лучше, чем нелегализация, — это табак. В том смысле, что табак никогда не был легальным товаром. Он никогда не был незаконным. Это никогда не было уголовным преступлением, которое могло бы посадить тебя в тюрьму, испортить твою репутацию на всю жизнь и лишить возможности выкурить сигарету. Но так уж получилось, что мы наблюдаем огромное снижение потребления сигарет не потому, что люди боятся попасть за решетку, а потому, что они стали у меня был хороший совет. У нас хорошее образование. И они в это поверили. И я думаю, что мы можем добиться того же с помощью психоделиков, но в настоящее время все это подпорчено войной с наркотиками. И нам нужно выйти из этого положения. Выходи на улицу! Тебе не кажется, что это должно быть похоже на комментарий Акаши? Тебе не кажется, что это должно произойти немного позже, когда наш мозг полностью разовьется? Да, возможно, так и должно быть. Хорошо, я расскажу свою личную историю. Мой первый опыт употребления психоделиков произошел, когда мне было 24 года. И это было в 1974 году, на Виндзорском бесплатном фестивале в пригороде Лондона, когда я разделил таблетку кислоты на три части с парой о друзьях. У меня был самый потрясающий опыт в моей жизни. Но я видел, как у одного из моих друзей случился действительно неприятный опыт. И я действительно не возвращался к психоделикам до тех пор, пока не начал изучать конкретную книгу, в которой я пишу о психоделиках, которая называется «Сверхъестественное». И недавно была переиздана как праведческая. Давайте по порядку. Я в это твердо верю. Сколько тебе тогда было лет? Извини. Когда я это сделал? Это было так. Второй год. Так что в 2003 году мне было уже 53 года. Вау, все в порядке. В период с 24 до 53 лет у меня вообще не было никаких психоделических переживаний. Кроме того, в молодости я не употреблял марихуану. Мне было 38 лет, когда я начал употреблять марихуану. Да, на самом деле мне тоже 38 лет. И поначалу я пришел к выводу, что это было бы чем-то таким, что помогло бы мне заснуть по вечерам. Но когда я написал книгу «Отпечатки пальцев богов», и вот здесь мои критики скажут, что именно поэтому он и написал эту книгу. Когда я написал книгу «Отпечатки пальцев богов», я решил поэкспериментировать с курением практически весь день, после чего переключился на вейпинг. Очень интересно. Это избавляет от физической скуки от многочасового сидения в этом кресле каждый день. И я чувствую, что это помогает мне ослабить связи в моем сознании. Это работает не у всех одинаково. Я не впадаю в мечтательность, не впадаю в ступор и не теряю связи. Я остаюсь сосредоточенным на чем-то одном. Но, итак, мне было 53 года, когда мы с Сантой отправились на Амазонку, и впервые попробовали айхуаску в 2003 году. Мне было 38 лет, когда я начал по-настоящему знакомиться с марихуаной. Так что я даже не знаю, в чем дело. Проблема в том, что люди бывают разные. Я просто думаю, что самое главное, давайте перестанем делать это незаконным. Давай перестанем превращать это в преступление. Давай перестанем стыдить людей за то, что они интересуются психоделиками и разрушают свою жизнь. А затем давай посмотрим, какая система у нас самая лучшая. Но именно здесь нам нужно сесть у ног шаманов в обществах охотников-собирателей и научиться у них тому, как справляться с этими мощными переживаниями, которыми мы не являемся. И я твердо уверен в этом, но я не в том положении, чтобы указывать другим людям, что им делать. Я могу только поделиться своим советом. Эти лекарства предназначены не для рекреационных целей, только не для употребления психоделиков. Вот видишь, в чем дело. А вот МДМА — это совсем другая математика. О-о-о, о-о-о, черт возьми. Ты видел это? Это прекрасно. Сторонник превосходства белой расы, у которого действительно было что-то вроде морального откровения во время клинических испытаний высокой дозы МДМА... О да, ты можешь это сделать? Ты можешь в это поверить? Да, я поделился этим с тобой. По сути дела, он участвовал в клинических испытаниях по изучению воздействия МДМА на нечто совершенно не связанное с расовыми отношениями. Так уж получилось, что он был связан с белыми националистическими группировками. Он участвовал в митинге объединения правых в Шарлаттсвилле в 2017 году и развивался на протяжении длительного периода времени. Был уволен, и он ушел с работы после того, как на его работе выяснилось, что он связан с этими белыми националистическими группировками. Так получилось, что он записался на пробное исследование, прошел его, а затем, когда он покинул исследование, он фактически решил прекратить его и сказал, «Мне нужно пойти поработать. Поищи мое имя, ты увидишь мою историю болезни и поймешь, почему я должен уйти». А затем я фактически снова связался с исследователями, чтобы сказать, что я был сторонником превосходства белой расы. И благодаря этому химическому веществу, которое придало мне драматическое сочувствие, я теперь понял, почему я оказался в таком ненавистном месте. И мне просто нужна была любовь в первую очередь. Да, абсолютно верно. Но все же это звучит по-расистски. Если тебе нужно быть похожим на моле, чтобы любить чернокожих людей, братан, значит ты расист. Честно говоря, не у всех есть такой опыт, но это очень интересно. Человеческие существа полны всевозможных предрассудков. Да, это так. А также всевозможных представлений о других человеческих существах. И это еще одно из них. Я думаю, что одна из замечательных особенностей психоделиков заключается в том, что они могут встряхнуть все вокруг. Они могут встряхнуть все вокруг и избавить нас от всего этого. Избавьте нас от этих устоявшихся стереотипов поведения. Но вопрос о легализации очень сложен. Я выступаю против бюрократии. Я выступаю против правительства. Я так не думаю. Я думаю, что правительство — это самые бесполезные вещи в современном мире, возможно, после основных религий. Я думаю, что они причиняют так много страданий и хаоса. Если ты работаешь в правительстве, в твоих интересах максимально выставить любую оппозицию в негативном свете. Именно так и поступают политики, и это происходит на международном уровне, где действует одно государство. Так оно и есть. Никакого обмена идеями не происходит. Так оно и есть. Никакого обмена идеями не происходит. Речь идет о сотрудничестве. Было бы очень хорошей идеей, если бы каждый лидер каждой страны, любой человек, баллотирующийся на политический пост, был обязан это делать. Проведите дюжину сеансов приема Айхуаски. Именно Айхуаски. Это было бы необходимым предварительным условием. Именно в этом и заключается вся практика. Ты не подашь заявление о приеме на работу, если еще не сделал этого. Вот та планка, которую ты должен установить. Тебе нужно пройти дюжину сеансов приема Айхуаски, а затем ты сможешь подать заявление. Если бы ты просто дал Молли Альтправа, это, вероятно, очень помогло бы тебе. А что такое Молли? Это МДМА. Это и есть МДМА. О, это и есть МДМА. Их ведь еще называют экстази, не так ли? Это же экстази. Да. О боже, да, у нас уже было такое. Этот опыт, который у меня был с МДМА, был моим собственным. Это был мой первый настоящий опыт. Хорошо так, что когда ты попробуешь это в первый раз, ты поймешь, что такого у тебя никогда раньше не было. Ты уже хорошо с этим знаком. Это не совсем так. У меня это было. Однажды у меня это было в фильме «Горящий человек». О, чувак, ты ходишь на «Горящий человек». Да, это было много лет назад. А куда же ты ходил? Где-то в конце 2000-х годов, может быть в 2007 году, где-то еще, я не знаю. Я точно не помню. Поехали. Я был вместе с Сантой. О, это просто здорово. Но Санта в то время не хотел принимать МДМА. И я это сделал. И я его принял. И мы пришли в некоторое замешательство по этому поводу, потому что я чувствовал. Я чувствовал, что она должна быть там. Я, как обычно, думал обо всех неправильных вещах. Конечно же. Но я не получил полного удовольствия от этого опыта. Но вот этот опыт, который у меня был совсем недавно, когда мы с Самантой снимали его вместе перед тем, как принять участие в 5.meow, был просто прекрасен. Там есть таблетка, которая называется А, и это таблетка экстази. Так вот, в ней содержится МДМА. Но также, вероятно, есть что-то вроде кокаина и еще чего-то такого, что угодно. Но это, наверное, самое потрясающее чувство, которое я когда-либо испытывал в своей жизни. Так оно и было. Это было в горящем человеке. И мы пережили третью часть этого события. Мы просто делимся этим с вами. И это было так. Не пойми меня неправильно, в Бернингмен ты уже наполнен. Ты же знаешь, что мы уже наполнились таким количеством любви и признательности. Это был потрясающий опыт. Твои стены рухнули, и кажется, что все вокруг тебя тоже отдают так много, так что это ставит тебя в такое положение «Великое благодатное государство». Но это только усилило его, и я не знаю. Как долго ты пробыл в этом штате? Это продолжалось несколько часов, но что было действительно интересно, так это музыка, которую я слушал. Я даже не знаю, возможно ли то, что я собираюсь объяснить, но давайте просто скажем так. Музыка, которую я слушал, находясь в таком состоянии, как бы запечатлела это состояние. И когда я слушал эту музыку впоследствии, она вызывала у меня такое эмоциональное состояние на протяжении нескольких месяцев. А теперь это прекратилось. Но в течение следующих нескольких месяцев простое прослушивание музыки вызывало у меня частичку этих чувств. Это было не совсем так. Это была лишь малая толика того, чем эти чувства были на самом деле. И к тому же здесь что-то происходило. Это было похоже на действия Павлова. Как я уже слышал, мы слушали выступление замечательного диджея Блонди, которого мы слушали, и все эти вещи как бы сошлись воедино. Все они каким-то образом связаны друг с другом в твоем сознании. Это настоящее воспоминание о пережитом прошлом. С какой стати нам пытаться отказать взрослым в праве испытывать подобные переживания? Какой же в этом смысл? Я в это не верю. Я просто так думаю. Как бы ты назвал наихудший сценарий развития событий? Например, если бы мы приводили аргументы в пользу наихудшего сценария, каким бы он был? Я думаю, что прямо сейчас у нас сложился наихудший сценарий развития событий. А именно, мы не даем им такой возможности это сделать. Мы не даем им такой возможности. Иначе, если ты воспользуешься этой возможностью, ты нарушишь закон и подвергнешься риску, а люди имеют право выломать твою дверь и испортить твою репутацию. Но это самый худший вариант развития событий. Сегодня вечером мы уже находимся в самом худшем положении. Это справедливо. Так что все, что угодно, может быть лучше этого. Мне просто не нужны люди. Я хочу, чтобы люди попробовали эти вещи и почувствовали, что это было здорово. Очевидно, что мы ходили с этими ребятами в разное время в Бернинг Мэн. И хотели, чтобы они испытали это потрясающее чувство. Я даже не хочу называть это. Это какой-то фестиваль или вечеринка. Вот такая потрясающая штука. У нас есть общий опыт общения. У нас есть общий опыт, не так ли? Как будто это было действительно потрясающе. Я также знаю, что есть кто-то, кому безумно скучно в месте, где очень мало возможностей. И они не знают, что им делать со своей жизнью. И они, вероятно, принимают метамфетамин. От скуки. И я не хочу, чтобы у них была возможность сдавать экзамены по математике. Может быть, я бы предпочел, чтобы они сдавали другие предметы. Так что мне кажется, что я знаю наихудший сценарий развития событий в этом отношении, а не с точки зрения того, через что ты, очевидно, прошел. И через что прошли так много других людей. Так что, как бы сильно я не хотел открыть шлюзы, я все равно хочу наполнить их достаточным количеством, как ты сказал ранее, информации. Именно информации. Чтобы этим просто не злоупотребляли. Я думаю, что самое важное — это осознать, что шлюзы уже открыты. Если кто-то хочет получить такой опыт, он обязательно его получит. Он обязательно его получит. И велика вероятность того, что продукт, который им продают, будет не так хорош, как если бы он был на самом деле. Если бы информация полностью просочилась наружу, она бы полностью просочилась. И тогда вам грозит опасность попасть на черный рынок с финтанилом. Причем со всеми его видами. Что, если к нему можно получить доступ только в терапевтических условиях? Я не сторонник этого, потому что тогда это дает возможность так называемым экспертам в нашем обществе решать, что мы можем испытывать, а что нет. И я думаю, что это вопрос индивидуального суверенитета, когда у нас должно быть абсолютное суверенное право принимать собственные решения. Извини, но ты недостаточно травмированный за Айхуаски. Какой-нибудь парень, который даже не является Айхуаской, потенциально мог бы так сказать. Я не хочу, чтобы все было именно так. Но я действительно хочу, чтобы люди, которые хотели бы испытать психоделическую терапию там, где она предлагается, имели возможность это сделать. Вот и все. Может быть вопрос в следующем. Существует такая проблема, как конец жизни и дома престарелых. Я хотел бы отдать дань уважения Манди Филдинг, которая так оно и есть. Она руководит фондом Бекли в Нью-Йорке, недалеко от Оксфорда, в Великобритании. А Манди сейчас чуть за 80. Она была ярым сторонником психоделиков с 1960-х годов. Она финансировала многие из тех замечательных исследований, которые сейчас проводятся в научных лабораториях по изучению психоделиков. И она твердо убеждена в том, что страдания и ужас, царящие в домах престарелых, были бы значительно облегчены, если бы психоделики применялись. А что, черт возьми, им еще оставалось делать? Да, да. И еще раз повторяю, мне предлагают это опытные практикующие врачи. Дама, которая способствовала проведению пяти сеансов приема ДМТ СМДМА, которые провели мы с Сантой. На самом деле ее главная роль заключается в том, чтобы предложить пожилым людям психоделическую терапию. Но все это должно быть сделано под ковром, а не над ним. Это настоящий облом. Испытывали ли вы когда-нибудь практику холотропного дыхания? Да, у меня это не очень хорошо получается. Мне нужно сделать еще больше работы, мне нужно проделать еще больше работы. Я знаю, что знаю, что это может принести пользу. Я пробовал это делать, но обезьяне и ум продолжают двигаться в других направлениях, и психоделики действуют на меня лучше. Что же это такое? Возможно, я просто ленюсь. Ты вводишь себя в измененное состояние сознания с помощью дыхания. Да, именно так и есть. Ты можешь это сделать, и это напоминает нам о том, что природа предлагает нам множество способов добиться этого. Я уже делал нечто подобное, и это было чертовски захватывающе. Да, именно так. Действительно так. Это может быть очень захватывающе. У тебя не было галлюцинаций? Нет, у меня не было галлюцинаций. Но я вроде бы начал плакать, я весь вспотел. Да. Я подумал. Это был чертовски странный опыт. После этого я так устал. И я так устал. Все было относительно просто. Это было естественное облегчение. Я чувствую себя просто как тренер. Может быть и так оно и есть. Может быть и так. Да. Всем, кто действительно интересуется всей историей с ДМТ, я настоятельно рекомендую ознакомиться с работой доктора Рика Страсмана из Университета Нью-Мексико, а именно с его книгой ДМТ «Молекула духа». Он был первым научным исследователем, который легально работал с добровольцами людьми, принимавшими ДМТ в 1990-х годах. Рик прекрасный человек, и он написал фантастическую книгу об этом опыте. К тому же он будет участвовать в новом проекте, который будет проходить в штате Колорадо. Так что я очень рекомендую Рика Страсмана, Рик Страсман, автора книги «Молекула духа ДМТ». Да. Вот и все. Инопланетяне. Видишь ли, дело в том, что добровольцы, принимающие ДМТ, и я сам, принимающий ДМТ, неоднократно сталкивались с тем, что можно было бы истолковать как инопланетян. Потому что, повторяю еще раз, я передаю палку своим противникам, чтобы они избили меня. И поэтому я хотел бы отметить, и я подробно остановился на этом в своей книге «Провидец», которая теперь называется «Провидец», раньше называлась сверхъестественной, что переживания, которые шаманы испытывают с духами, опыт общения людей в средние века примерно до 1950-х годов с феями и эльфами, а также опыт общения людей с инопланетянами сегодня, все это один и тот же опыт, истолкованный через разные культурные призмы. Детали этого опыта в каждом конкретном случае практически идентичны. Как только ты приступаешь к изучению феноменологии и изучаешь точные переживания, о которых сообщается, выясняется, что все они являются одними и теми же переживаниями. Просто в разных культурах они трактуются по-разному. И прямо сейчас мы расцениваем эти встречи как встречи с инопланетянами. Конечно же, они чужды этому царству, но прилетают ли они на космических кораблях, или пересекают межпространственное пространство, или все они каким-то образом находятся в нашем сознании? Марк, парень, с которым ты разговаривал, ты уже опубликовал этот эпизод. Да, это так. С Риком Барнетом, да. Так вот, Марк разговаривал с парнем, который утверждает, что был похищен. А вот и этот парень, да, да. Его похитили инопланетяне, не так ли? Да. И еще. Это Джей Кинг. Да, он вообще баловался психоделиками. Я не знаю, я спросил его об этом примерно так. А как насчет периферии? Да, периферически. И мне показалось, что на самом деле он не хотел, чтобы эта информация была получена им напрямую. Я не стал на него давить. Возможно, он является естественным перепроизводителем дюймат. Примечательно, что в средние века неоднократно поступали сообщения о том, что людей похищали феи. Шаманов неоднократно похищали духи. Шаманы занимаются сексом с духами женского пола в мире духов. Похищенные инопланетянами люди сегодня занимаются сексом с инопланетянами и часто производят на свет гибридных детей. Так же обстояло дело и с феями. Это одно и то же. Я думаю, что мы просто рассматриваем все это через разные культурные призмы. И я думаю, что будет очень полезно проанализировать этот опыт, если вы посмотрите на эти более ранние примеры того, как он был истолкован. А ведь существовали какие-то древние цивилизации, которые говорили о звездном народе, или это какая-то его версия? Это завораживающее изображение изображено на втором святилище гробницы Тутанхамона, которое сейчас находится в музее в Каире. А что это такое, так это настоящее золото. Все святилище покрыто золотом. И на одной стороне его изображены люди, которые находятся в мумифицированной форме, но они смотрят вверх на звезду, и лучи от звезды падают им на лоб, прямо в у них на лбу. А еще поговорим о звездных людях и поговорим о шишковидной железе. Именно на это все и похоже. Давай посмотрим, сможем ли мы что-нибудь найти. Может быть есть что-нибудь из этого? На самом деле это изображение из второго святилища. Но это не то изображение, о котором я говорю. Возможно, именно это и есть то самое изображение. Давай-ка взглянем на него. Да, у меня такое дерьмовое зрение, что я ничего не вижу. Да, оно не очень высокого качества. Нет, в любом случае дело не в этом. Но любой, кто будет искать достаточно долго и потратит на это достаточно времени, найдет это. Это очень известное, очень известное изображение. И в этом изображении проявляется прямая связь со звездами. Так вот, что касается глобальных знаний, то все эти древние культуры, строящие пирамиды, различные горные сооружения, в той или иной степени связаны со звездами. Я знаю, что есть все основания полагать, что существует древняя цивилизация, которая потенциально может существовать повсюду. Возможно ли, что эти откровения могут быть даны только благодаря связи с психоделиками, которые естественным образом встречаются по всей Земле, и даже внутренне с нами через холотропных братьев? Мой взгляд на возможную гибель человеческой цивилизации заключается в том, что эта цивилизация, как и все другие цивилизации на Земле, возникла из-за шаманизма. И что психоделики использования растений и грибов, изменяющих сознание, были основополагающими для этой шаманской культуры, точно так же, как и для любой другой шаманской культуры. Но она пошла в ином направлении, чем некоторые другие, и стала способна ориентироваться и исследовать Землю на очень раннем этапе, а также изучала астрономию в почти научном смысле этого слова. Как ты думаешь, возможно ли, чтобы то же самое случилось и с тобой? Кто же мы такие, Homo sapiens? Да, мы и есть Homo sapiens. Случалось ли такое с кем-нибудь из тех, о ком ты говорил раньше? Мы Homo erectus. Homo erectus неандертальцы, может быть, они тоже баловались этим? Я думаю, что это определенно произошло и с неандертальцами. Появляется все больше и больше свидетельств того, что наскальные рисунки, которые приписывались Homo sapiens, на самом деле были сделаны неандертальцами. И вполне возможно, что именно неандертальцы научили предков анатомически современных людей рисовать. Такое даже вполне возможно. Сейчас есть очень веские доказательства того, что неандертальцы занимались наскальной живописью, и там появлялись одни и те же геометрические узоры и одни и те же объекты. С анатомической точки зрения они не так уж сильно отличаются от современных людей. И в любом случае, они продолжают жить в нас, потому что в них так много неандертальской ДНК. Возможно, вот несколько примеров того, как неандертальцы жили в пещере. Но ведь это был человек прямоходящий. По-моему, ты упоминал, что они плавали под парусом. Они определенно плавали под парусом, потому что, насколько я помню, забрались даже так далеко, как некоторые Тихоокеанские острова, Микронезио, может быть, даже Новая Гвинея. Но проблема в том, что у нас нет никаких свидетельств того периода, кроме нескольких скелетов и ископаемых останков. Доказательства использования психоделиков в наскальной живописи в корне проистекают из самого искусства. Именно поэтому в 2003 году я отправился на Амазонку, чтобы выпить Айхуаску. Я думал, что закончил свое исследование возможности существования исчезнувшей цивилизации. Я ошибался. Позже я вернулся к этому вопросу, потому что появились новые доказательства, в частности, относящиеся к Деппи. Я искал новую тему, которая действительно заинтересовала бы меня. Меня интересовало происхождение человека. А затем произошел такой всплеск символизма и творчества, который произошел сто лет назад или меньше. И именно тогда я начал интересоваться наскальной живописью. А потом я наткнулся на работу профессора университета Витватерсранда в Южной Африке Дэвида Льюиса Уильямса. Его нейропсихологическая модель наскального искусства предполагает, что наскальное искусство документирует переживания в глубоко измененных состояниях сознания. И он привел веские доводы в пользу этого. Тогда я подумал, хорошо, давай посмотрим на культуры, которые сейчас используют глубоко измененные состояния сознания. Так что я начал изучать Амазонку и наткнулся на удивительную книгу, написанную Луисом Эдуардо Луной. С картинами Пабло Амаринга, амазонского шамана, изображающими его видение Айхуаски. И вот, о чудо, у нас было так много общих черт с кей-попом. Я специалист по исследованиям в области сапог на земле. Я не могу написать книгу о чем-то, если сам этого не испытаю. Именно поэтому я провел 7 лет, ныряя с аквалангом. Я сказал Санте, что мы должны отправиться на Амазонку и выпить Айхуаску, если я хочу написать эту книгу достоверно. Неужели теперь после того, как я выпил квар, для тебя это имеет больше смысла? О, совершенно верно, да. Да, для меня это имеет полный смысл. Речь определенно шла не об охотничьей магии. Они вовсе не пытались наложить магические заклинания на животных, на которых хотели поохотиться. На самом деле, только около 2% всех животных, изображенных на наскальных рисунках, пронзены каким-либо снарядом. Нет никаких свидетельств того, что они ели животных, изображенных на наскальных рисунках. На них изображено очень много животных, но шаманы часто переживают, как сами превращаются в животных. Вот и все. В духов. В духов. Так что все это имеет для меня гораздо больше смысла, а сопровождающие это геометрии и мерцающие узоры. Все это, на мой взгляд, психоделическое искусство. Разве не странно, что я пережил все это и разговариваю с людьми, которые этого не испытывали? Потому что, разговаривая с тобой прямо сейчас, я чувствую себя так, словно ты когда-то существовал. Это не какая-то другая страна. У меня такое чувство, что ты существовал совсем в другой стране. А в каком измерении ты живешь? Не обращай внимания ни на что другое. Она реальность? Да, стих о пауке звучит совсем по-другому. А что такое мультивселенная? Да, как будто это часть мультивселенной. Примерно так я себя и чувствую. И ты существовал и в том, и в другом мире. И ты можешь относиться ко мне с пониманием по поводу того, что я говорю, потому что ты замечаешь это, но то, что ты мне описываешь, я даже не могу по-настоящему осознать. Иди выпей немного Айхуаски. Мне так и хочется это сделать. Да. Да? Иди выпей немного Айхуаски. Это правильно контролируемая шаманская обстановка, в которой шаманы знают, кто они такие. Ты должен назвать мне имя этого гребаного вампира, прежде чем я пойду и сделаю это. Будь там не так ли, это ужасно. Теперь он у всех в списке наблюдения. Все хорошо. Да, да, он никуда не поедет. Но здесь есть несколько хороших мест. И я вовсе не хочу сказать, что на Западе тоже нет хороших мест. Но разве это обычный опыт общения с людьми, который у тебя был раньше? Я очарован тем, что ты описываешь, но это так непривычно для тебя. Да, тем, у кого еще не было такого опыта, очень трудно понять это. Тем, у кого уже был такой опыт, очень легко понять это. Так что я как бы перекидываю мостик между двумя мирами. Я пытаюсь использовать свои функциональные возможности в этой области как рассказчик, как человек-слово, чтобы донести какой-то элемент этого опыта и в корне изменить его. Скажите людям, что мы не должны демонизировать это явление. Мы должны учитывать, что это сыграло огромную роль в истории человечества. Не притупило ли твое восприятие этой реальности то, что мы делимся всем этим, зная, что существует альтернативная версия? Это кажется мне еще более ценным. Так что это только усилило его. Это только усилило его. Вот и все. Я чувствую себя невероятно счастливым от того, что пережил это воплощение, и все еще нахожусь в этом воплощении. Да, именно так. На самом деле это еще одна вещь, которую я не могу доказать, но я действительно думаю, что в реинкарнации есть большой смысл. Почему же это так? Во-первых, потому что... Во-первых, благодаря удивительному исследованию Иэна Стивенсона под названием «Дети», которые помнят прошлое жизни. Иэн Стивенсон был психологом, и он интересовался реинкарнацией. И вот он отправился в Индию. Наша культура не поощряет детей вспоминать прошлое жизни. В Индии они этого не делают. А еще он ездил в Индию и брал интервью у детей в Индии в возрасте до 7 лет. После достижения 7-летнего возраста все это забывается, как правило, полностью забывается. Мы так сильно погружаемся в эту жизнь. Но до 7-летнего возраста у нас остаются отчетливые воспоминания о прошлой жизни. И это, по-видимому, относится ко всем детям. Просто в одних культурах эти воспоминания могут проявляться, а в других нет. К тому же он занимался научной работой. Так что в качестве примера можно привести ребенка, который запомнил свое имя и живет в деревне, расположенной в 3 или 400 милях от того места, где он живет сейчас. Он вспомнил дом, в котором жил. Он вспомнил один предмет, который прятал в этом доме в той прошлой жизни. А потом они приходили в дом, находили этот предмет и знали, что он там есть. Я слышал несколько безумных историй о том, что там было. Вот теперь это настоящая работа. Это совсем не то же самое, что Ву-Ву. Я снова рекомендую вам книгу Иэна Стивенсона «Дети, которые помнят прошлые жизни». Насколько глупо вы себя чувствуете? Подождите, а что именно? Он католик. И вы знаете, это еще одна причина, по которой я так поступаю. Неужели именно трансгуманизм стремится сделать нас бессмертными в наших физических телах? Так вот в чем дело. Да, это и есть сингулярность. Я не являюсь большим поклонником всего этого. Мне нравится идея о том, чтобы перетасовать колоду, вернуться назад и прожить несколько жизней, а не застрять в этой одной навсегда. Кстати, говоря о религии, мне действительно интересно, как религиозные люди воспринимают твои теории. Это очень неприятно. Потому что вот что самое интересное. Единственное, что обычно наводит на размышления, это история о всемирном потопе. История о всемирном потопе очень важна для моей работы, и, конечно же, она встречается и в Ветхом Завете, и в исламе, и в иудаизме. Вот это вот что. И это очень интересно найти в интернете, а также в других религиях. Если отбросить все шутки в сторону, я действительно недавно как бы усомнился в своей вере и подумал, что это действительно облегчит мою задачу. Потому что единственное, с чем я борюсь, это Земля. Возраст людей исчисляется миллиардами лет, и сколько же они существуют уже сто лет. Давай включим хлыст. Примерно так выглядят современные люди. Им 300 лет. Сейчас 300 лет из миллиардов. А если бы ты сказал мне, что существует реальность или история, в которой люди находятся здесь, а затем происходит катаклизм, потому что Бог ими недоволен. И тогда мы начинаем все сначала, а потом одно и то же происходит снова и снова на протяжении всей истории человечества. Как религиозный человек, я думаю, о, это может объяснить мое отношение к тому, что если Бог создал все это для людей, то почему мы находимся здесь так мало времени в истории Земли? Это может нам помочь. И независимо от того, было ли царство, в котором мы живем, создано случайно или возникло случайно, отсутствие уверенности во всем является важной частью человеческого опыта. И если бы мы все были уверены, абсолютно научно уверены в том, что смерть – это конец, и за ним нет ничего, чего мы не можем быть, тогда у нас сложилось бы особое отношение к смерти. Если бы мы все были уверены в том, что ренкарнация происходит, то поступили бы точно так же. Возможно, мы не относились бы к этой жизни так серьезно. У нас могло бы быть легкомысленное отношение к ней. Я собираюсь вернуться сюда. В то время как уроки, которые должна преподать эта жизнь, основаны на неопределенности всего сущего. Мы не знаем, что такое смерть. Мы не знаем, что такое сознание. Все это сплошные загадки. Мы должны сделать свой выбор на фоне этой таинственности и решить, что мы будем делать с тем даром жизни, которым обладаем, каким бы он нам не достался. Так вот, греки верили в реинкарнацию, и их точка зрения состояла в том, что мы пьем извод забвения, прежде чем вернуться в мир иной, этой жизни. И именно в этом и заключается суть сделки, что мы должны забыть прошлую жизнь. Как и в буддизме, единственные люди, которые возвращаются с полной памятью, это бодхисаттвы. Это те, кто пережил множество воплощений в своей жизни. Они усвоили все уроки, которые должна преподать нам жизнь. Они достигли нирваны, но предпочли этого не делать. Они решили вернуться на земной план, чтобы учить других, быть проводниками для других, и они помнят все свои прошлые жизни. Многие различные религии придерживаются разных взглядов на эти вещи. Только представители авраамической веры убеждены в том, что у нас есть только одна жизнь, и что мы попадем в рай или ад в зависимости от того, что мы будем делать. Грэм Хэнкок, дамы и господа, большое вам спасибо за то, что вы здесь. Это просто потрясающе. Это так здорово. Спасибо, что пригласили меня сюда. Мне было очень весело пообщаться с вами, ребята. Большое вам спасибо. А к тому и быть. Я очень ценю это. В октябре мы будем вместе. 24 октября. 24 октября. Это та самая дата. Ознакомьтесь со всеми книгами. Загляните на свой веб-сайт. Я уверен, что вся необходимая информация находится именно там. Это интернет-магазин Грэма Хэнкока. Мы разместим ее там же. Там есть все необходимое. И все такое прочее. Да. Но все равно большое тебе спасибо за то, что уделил нам время. Спасибо тебе. Это было превосходно. Спасибо тебе. Это было здорово. Спасибо тебе. Спасибо тебе.